у меня не получится тут не тот паркет ну вот смотри смотри когда биполярку лечился на заменочку не у меня еще есть все дружу давай все хорошо ладно все на этом димка друг да что-то он меня задавил сейчас пяти the fools here fight the fire the underworld is calling the underworld is here the underworld is calling for you на семейное дерби мы приезжаем я захожу и чувак такой меня встречает администратор и говорит блин подкаст классный типа а трассов там всегда будет а он тебе что не нравится он такой да не нормально просто просил так у меня тоже самое только наоборот я приезжаю подкаст нахуй а кто с собой вот это сразу можно вопрос почему тебя так много стало вообще везде я думаешь я я не думаю да почему задавался я просто ты пришел ты везде меня уже микрофон меня слышно я просто в микрофон здесь я у тебя как рэпу попросили ни одного спасибо дима уже первый звукорежиссер за каждую рублей звукорежиссер кстати в армении поэтому еще могу вас попросить сразу без мата пожалуйста удваиваем депозит извиняться потом придется какой вопрос у вас был дмитрий сложно будет сформулировать без мата сейчас давай почему тебя так много стало везде без мата я честно говоря на фиксируйте это редкость большая ну так что меня немножко уже это настораживает потому что во всем должна быть мера вот тебя тоже знаешь немало постоянно это где-то то на базе у нас банк это здесь раз дмитрий тарасова начнется на базе в моем большом непроданном доме в общем в общем тогда поэтому не вижу в этом ничего как бы плохого у меня это настораживает если я интересен то почему бы и не воспользоваться этим интересом со стороны сми со стороны болельщиков общественности не договоримся если во всем нужна мера. Сегодня ты последний раз в этом году и больше никуда не пойдешь. Нет, у меня еще завтра мне надо будет прийти на Матч ТВ. На Матч ТВ, да? А кому? Туда тебя кто позвал? Кому ты идешь на Матч ТВ? На передачку. Губернию. С умным лицом рассказать и показать, что я якобы разбираюсь в футболе. Хотя это далеко не так. Прикольно. У нас можешь расслабиться, все нормально. Ну что, про детство? Как ты пошел в футбол? Как ты начал заниматься футболом? Да, почему? Подожди, подожди, стой, остановись. Это все понятно. Это все было в других программах, названия которых мы не знаем. Давай, Ахмерджан. Понял, что я сказал? Конечно, конечно. А ты же не разбираешься или не понимаешь? Я какие-то базовые слова знаю и... И матерные. Нет, ну матерные, да, ладно. Ну что, например? Любимое матерное слово на армянском. Какое? Я могу сказать Бозитага. Что это? Знаете, что это? А почему ты на него посмотрел и сказал? Видишь, он на меня сейчас не посмотрел. Какую историю? Нет. Короче, история такая. Ты переходишь в локомотив, твой первый день в клубе, ты приезжаешь на съемку. Откопали все-таки. Помнишь, как это было? Я все помню. Можешь дальше не продолжать? Следующий вопрос. Нет, на самом деле. Эту историю приукрасили достаточно. Ей придали, знаешь, такую огласку под предлогом, что Тихнизян там, грубо говоря, охеревший, зазнавшийся. Ну, понятно, шуточный формат. Подожди, расскажи сначала, чтобы контекст... Я рассказываю, как это было вот с моей стороны, да, с моего взгляда. Мой первый день... Дим, слушай, пожалуйста. Дим, слушай, пожалуйста. Понял. Извини, пожалуйста. Вот, наконец-то ты... Смотри в глаза. Так смущаешь меня. Уже спина вспотелась. Я не могу рядом с этим человеком сидеть. Подкиньте еще на камни там воды. Отстыл, лопатим. Ну вот, и что? Ну, твой первый день. Первый день в локомотиве. Первый день в локомотиве я должен был приехать в Черкизово для того, чтобы меня отсняли и подготовили промо вот с моим переходом. Я приехал в 7 утра туда. В 7 утра, а в 10 уже была тренировка. Собственно, я подъезжаю на такси вот к Шлагбауму. Можно добавлять? Подкидывай. Ну, я оно проводил уже в Останки. Я сразу ехал с Останки. Там еще и ближе было. А там надпись осталась? Я тебя люблю. Вот, я подъезжаю к Шлагбауму в Черкизово и встречает охранник. То есть я опускаю окно, говорю, здравствуйте, я футболист. Уже сбежно. На охраннике это моя... Так, и я спускаю окно в такси и говорю, здравствуйте, я еду на... Ты на желтом приехал? Да, брат, на Киа Рио приехал. С желтыми номерами. Вот, и я говорю, я... Я продукты привез? Овощи в багажнике, овощи и фрукты. Да, я подъезжаю, говорю, там оптом овощи и фрукты не желаете? Я подъехал, и мне охранник говорит, ты кто такой вообще? Я говорю, я футболист локомотива, вот сегодня у меня первый день, я приехал так рано, для того, чтобы меня отсняли. Он говорит, я вообще тебя не знаю, и в грубой форме начинает говорить, давай, езжай отсюда. Ну, я такой человек, что я добродушный, но если ко мне относятся плохо, я отвечу взаимностью, то есть... Да, мы поняли, да. Агрессии на агрессию. Я не могу никогда это схавать, как Димка Тарас. Вот, поэтому... Ты на меня кидывает на меня. Ты на меня тоже. Поэтому я сразу ему отвечаю в грубой форме, естественно, я здесь был не совсем корректен. Хватит. Скажи, просто... Давай. Процитируй, как ты ему ответишь. Я ему сказал дословно, ты что хочешь здесь в последний день работать? Вот. А он тебе красный хуяк. Ты в форме, да? Я готовился, пацаны. Я его лягу. Он на руку я гонил. Я вышел и пешком до Останкина пошел. Да. И, короче, я ему говорю, ты что хочешь здесь в последний день работать? Ну, понятно, я это говорю не так спокойно. Где-то повышаю голос. А ты можешь представить? Я охранник, и как ты ему говоришь? Он даже в костюме смотрит. Я всегда сторожа похож. А, ну ладно, хорошо. Спасибо. Вот. И, собственно, я его сумел продавить, и он просто поднял шлагбаум, я зашел в раздевалку, потом в шутку сказал, это Дине Баринову, где-то на третий день уже моего пребывания в локомотиве. Он это рассказал всем, потом у нас была игра, он поднялся в ложу, и этот охранник, судя по всему, кому-то пожаловался из руководства, и это все вот так разлетелось. И мне потом просто говорили, ну ты только не увольняй нас, пожалуйста, не увольняй, не надо, не надо. Я говорю, ребят, да я добродушный, я очень порядочный человек, но просто не надо ко мне относиться плохо, имей в виду это, пожалуйста. Но на самом деле вы мне рассказали другую историю. Подожди, я знаю, что тебе, естественно, тебе ее будут интерпретировать по-другому и как бы выставлять все, знаешь, в более такой шуточной форме, чтобы придать ей какой-то красочности. Вот. Скажи, пожалуйста, как это было тебе передано? Сотрудник клуба мне рассказывает. Давай. Что за сотрудник клуба? Просто сотрудник клуба, не названный. Он говорит. Он с охранником с этим общался. Наир приехал раньше, чем мы сами. Хотя мы должны были все снимать, все делать. Он приехал раньше, и когда мы зашли, он нам сказал, вам кофе приготовить. И мы такие, я себе какой прикольный чувак. Очень добрый, очень пунктуальный, очень вежливый. Я не знаю, почему ты начал эту историю рассказать, я про нее даже не знал. Спасибо, что рассказал. Ребята мне сказали другое. Он нам не предложил кофе тогда, чего вы? Я не знаю. Я тебе предложил. Он мне вообще не предложил ничего. Да, я очень волнуют. Не, давай послушаем теперь охранник. Охранник! Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Шоу кофе! Мы его искали! Подожди, кстати говоря, ну даже это хорошо, что я эту историю рассказал, потому что если этот человек смотрит, что маловероятно, я просто... А у них в подсобке телевизор поставили сейчас, кстати. Да, но там нет ютуб-канала, и они не подписаны. А он наконец-то узнал, что ты игрок локомотива просто. Он такой, б***ь, точно, еб ты, я же его предоставил. Я надеюсь, что никаких обид на меня нет. Это был такой мужской диалог, вот, но не суть. А по поводу кофе, да, так тоже этот момент был. Как раз-таки в то же утро я приехал просто первый, ждал ребят съемочную, именно медиа-команду. Вот, ну и просто я предложил кофе. Слушай, а вот ты говоришь, что ты такой добродушный, вежливый парень, но... Но понятно, что не без изъяна, как и у всех. Да, но мы давай поговорим о том, о чем, наверное, еще ты не говорил нигде. Вот ты с охранником поругался, что-то с болельщиком у тебя был закус. А вот история про ГИБДД, когда тебя остановили, когда у тебя забрали права, и ты сказал, что, типа, вы знаете кто, я футболист локомотива. Подожди, подожди, откуда вы эту историю взяли? Это твоих рук делали? Да нет, конечно. Точно? Отвечаю. А что у тебя скула дергает сейчас? Подожди, он уходит от вопроса сейчас, а я смотрю ему в глаза. Я на все вопросы отвечу, я наоборот... А что у тебя к силу достанет? Я сейчас, сейчас, относительно недавно получил права. Получил, да. До этого у меня их не было. За сколько? Тебе вот лишь бы, да? Я, конечно, отвечу на все вопросы. Получить права сейчас непросто. Ну, за сколько я сам сдал, конечно. А, сам, все, все, не газуй, спокойно. Сдал, в смысле, пересдавал? Да, да, да. А с какого раза? Я сдал с третьего раза. Нет, люди неправильно поймут, подумают, дурак такой, как я, ездит и правил не знает. Я так не подумал. Ну, конечно, ты это знаешь просто. Дай тебе рассказать, я вас прошу. Так или иначе, я вспыльчивый человек эмоциональный. Если мне что-то не нравится, я порой могу не контролировать свои эмоции, в том плане, что, ну, очень быть острым на язык. И все вот эти ситуации с болельщиком, с охранником, с ГИБДД, они были просто потому, что мне тяжело еще в силу возраста, характера контролировать свои эмоции. Мне за эти ситуации стыдно. Знаешь, как происходит? Я эмоции выплеснул, прошло какое-то время, я начинаю жалеть об этом, потому что в тот момент я не думал, что я говорю. Естественно, я извинился, я извинился. И слава богу, меня допустили еще раз на экзамен, чтобы я смог сдать права. Там получилась ситуация немножко такая некорректная с моей стороны. То есть просто человек, который принимал у меня экзамен в машине, он неправильно мою фамилию прочитал. В принципе, я к этому привык, но в тот момент было утро. А как он прочитал? Так нельзя, а второй раз там. Че ты улыбаешься? Блин, ну ничего такого. Ну нормально. А че ты смеешься? Ну нормально. Ну так нельзя. Обидно, блядь. Как это не обидно? Так нельзя. Ты не сказал, так нельзя. Я так нельзя вообще. Так нельзя. Нет, ну суть в том, что человек первый раз фамилию прочитал неправильно второй раз, и на третий раз исковеркал имя. Но я все понимаю, как бы, возможно, тяжело. А имя как? На имя я уже не скажу. Я, честно говоря, особо не помню, но это... У меня же, понимаешь, в паспорте ошибка, буква на я, и там на, он как-то на яр или на я, на яр, как-то вот так. Я говорю, на ир. Вот, но уже не вот так на ир. Я говорю, на ир, вот так. Я приехал, сказал, да, извините, я не прав был перед тем человеком, извинился перед ГИБДД. Вот. И, в принципе, слава богу, что получилось эту ситуацию ладить, это просто мне будет уроком на будущее. Получается, пацаны извиняются? Ну, нормальные люди, которые умеют признавать свои ошибки, они извиняются. Красава, я тоже. Хватит меня, у меня уже больно от твоего кольца. Да у тебя кольцо, б***ь, у меня не такое, у меня без бриллиантов. Я у тебя. Просто я напоминаю, что Дима за 10 секунд сейчас три раза сматерился. Там уже у меня галочек в голове просто миллион. Кому ты пишешь, если не секрет? А? Бэ, кому ты пишешь? Жене. Жене надо всегда отвечать. Ты всегда отвечаешь? Я всегда, то есть я не пропадаю вообще. А ты всегда отвечаешь? Так. Да? Мы что, все, заканчиваем уже? С нами был, наверное, 50. Можно я затрону одну тему? Твои удаления. Эмоционально очень... Вообще, к этому спокойно, кстати. Да, 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 мои удаления. С приходом в локомотив как раз-таки все это так нарастало. И до этого я слышала, что ты в целом... Я не мешаю? Не-не, все нормально. Да, все нормально. Ты работаешь с психологом? Сейчас в меньшей степени, да, но я работал с ним какой-то период карьеры прям очень так стабильно. Вот. И, кстати, когда у вас был здесь в подкасте Максим Нинахов, он, ну, обо мне отзывался очень, так скажем, лестно, по-доброму. Только на камеры? Да, за кадром я знаю, что было. Вот, поэтому Максу спасибо большое. Мы с ним даже в чем-то похожи в плане того, что как у нас проходил процесс адаптации. Вот. Может быть, где-то отчасти у меня похуже из-за того, что я зарабатывал больше красных карточек и пенальцевые ворота. Сейчас я об этом говорю вообще спокойно, я понимаю, что это... Я нашел ее, блядь. Это какая почетная? Не вовремя. Вот одна, это какая? Это, по-моему, шестая. Шестая. Меня это не пугает не столько. Спасибо большое. Нет, а в какой момент ты понял, что тебе надо работать? Я понял еще это, когда был в ЦСКА. Тоже были какие-то трудности в карьере, связанные с психологией. Тебе вообще известно понять о психологии? У тебя были трудности с психологией? Он хочет со мной точно пообщаться. У тебя время есть после? Время? Нет, после мне уже неинтересен ты будешь. А, да? Хорошо. Сегодня ты мне очень интересен. Так, на вопрос ответь. На какой? Понятно, короче. В танке сидите. Потерял нить. Мне кажется, очень многие футболисты стесняются ходить к психологу. Да, они стесняются. Если они ходят даже, они стесняются об этом говорить слух. Я в этом ничего плохого не вижу. Это выбор каждого, дело каждого. Я скажу даже больше, что я относился к этому достаточно скептично, перед тем, как начать работать с психологом. Но потом, поработав, я понял, что это, опять же, все зависит от тебя, то, как ты на это реагируешь, как ты воспринимаешь у своего что-нибудь. А как ты пришел к этому? Я не нашел, скажем так, выхода из той жизненной ситуации футбольной. То есть у меня внутренние были монологи, диалоги. У меня какие-то голоса. Вы говорите, нормально, кстати, не знаешь? У меня не было. Не было? У меня сейчас только начались. Знаешь, обезьянные? Да, я говорю, у тебя все хорошо, поэтому. А я человек, мне кажется, все равно где-то побольше интеллекта. Сто процентов. Я вот слушаю, да. У меня постоянно какие-то перипетии в голове. Я на одну больше. Вот, и в общем говоря, как я к этому пришел, я просто не нашел выхода из ситуации в своей голове и позвонил человеку. Опять же, психолог, в чем его плюс большой, что тебя помимо того, что слушают, тебя еще и слышат, развивает те темы, которые, на его взгляд, для тебя болезненные. И отвечая на его вопросы, на вопросы психолога, ты сам же отвечаешь себе на свои вопросы внутренние. И просто все сошлось к тому, что вот я помню переломный момент у меня в работе с психологом был, что я ему начал рассказывать свой путь с детства. И я тогда очень был сильно подвержен критике со стороны болельщиков, со стороны каких-то комментариев на ютубе, со стороны каких-то аналитиков на Матч ТВ. Тот же Ловчев, допустим, да, человек, которого я уважаю как спортсмена, он в прошлом вообще, безусловно, великий спортсмен, оставил большой след в истории. Советского Союза, футбола, да, Советского Союза, но как человек, мне кажется, не совсем политкорректно было с его стороны на телевидении кричать, что, и брызгать слюной, да, кричать, что надо дать по роже первому тренеру Текнезяна, как вообще этот человек, этот человек не уровень РПЛ, даже не уровень ФНЛ. Сейчас ты спокойно уже относишься? Ну, пусть говорят, знаешь, вот передача есть, пусть говорят, а я знаю просто свое дело, я знаю, по каким рельсам мне надо ехать, не сворачивать, вот, и тогда на тот момент я был сильно подвержен вот всем этим внешним факторам. Вот, и первый момент был, когда я просто начал говорить психологу, что я вот с детства жертвовал всем ради того, чтобы заниматься футболом. Я, когда в детстве болел, допустим, лежал в больницах, меня мать с больницы выдергивала с диагнозом аритмии сердца, что было противопоказано вообще заниматься спортом. Я ехал на тренировку, играл, у меня температура, я еду на турнир какой-то. И вот так поэтапно-поэтапно можно все было пересказать, собственно, я ему это пересказал, я просто понял, что я человек очень сильный характером, я не слабохарактерный, у меня есть стержень, и очень важно верить в себя, несмотря на обстоятельства. Собственно, я стал этому следовать, и мне стало гораздо легче. Просто на какие-то негативные вещи в мою сторону я себе говорил, допустим, они даже не знают, какой я путь прошел, чем я жертвовал, и жертвую по сей день. Для многих, опять же, знаешь, футболисты, ты, наверное, с этим знаком, это люди, которые вот просто бегают, там что-то на поле, бьют по мячку, и ни хера не делают. Зарабатывают огромные деньги. Еще типа три часа в день, и все, такие люди свободны. Вчера вот было классное мероприятие, когда фонбет, там, звезды, кубка и так далее. Мне как раз задали вопрос, читайте ли вы справедливым, что футболисты зарабатывают такие деньги. Во-первых, я сказал, что мы не устанавливаем себе какой-то потолок зарплат, и когда мы были маленькие, выбрали вот этот род деятельности, которую связали потом впоследствии со своей жизнью. Мы не взяли, не знаю, какую-то книжку, заработные ведомости, и там футболист, условно, 20 миллионов, давай футболистом буду, или пожарник, там, тысячу рублей, а пожарником не буду. Мы просто делали то, что нам нравилось, и то, что нам хотелось делать. И нам повезло, да, футболистам, тебе в меньшей степени... Да-да, мне вообще не повезло. Ты из Забузова, я просто не понимаю, о чем речь. Там из-за всего... Ты долго терпел, сидел. Нет, мы об этом с Матвеем Сафоновым разговаривали, он рассказывал, что он ездил на базу Краснодара и достаточно долгий путь проделывал, и то есть в детстве это все какое-то, ну, типа, не то чтобы принесение себя в жертву, но это огромная работа, это риск, это много чего, и как бы, и не факт, что получится. Вот, золотые слова ты сказал. Я сейчас ни в коем случае здесь не набиваю себе цену, не говорю, что я такой хороший, футболисты такие бедняжки, они, но тот процент, который смог заиграть и который не смог, я, живя в интернате ЦСКА, проводил просто уйму людей, и было обидно, когда приезжает человек, ты с ним год-полтора, там, даже два месяца, допустим, общаешься, ты уже с ним, ну, из одной тарелки, грубо говоря, ешь, а ему просто потом говорят, ты не подходишь. Это в лучшем случае, в худшем человек получает травму, перелом, кресты, мениски и уезжает, все. Он не в учебе, он не в спорте, нигде себя не реализовал. Почему-то про этих бедняк никто не вспомнит. Все будут смотреть на условного, да, Тегнезяна или Диму Тарасова и говорить, да блин, за что они получают, он по мячу попасть не может, что он красный получает и пенальти зарабатывает. Вот, никто не будет. Ну, я раньше так же рассуждал, но просто познакомившись с футболистами, пообщавшись и понявшись, что это на самом деле не так просто бывает, как многим кажется, я не то чтобы их защищаю, но я говорю, что те, кто вырвался на уровень премьер-лиги, они уже здесь не просто так, и как бы век-то короткий. Ну, понимаешь, футбол не обманешь, как бы мы не шутили над тем, что тот или тот обманул футбола. Есть справедливость, есть бог, есть карма, и если ты здесь оказался, значит, ты должен здесь быть. И просто это на самом деле стереотип, который у людей сложился из-за того, что футболисты часто попадают в какие-то передряги, но не все, понятно, какая-то часть. Тот же Александр, да, Кокорин, супер-мега талантливый футболист, подающий большие надежды, но любящий разгульный образ жизни. Он сам по себе такой человек, он не такой, не потому, что он футболист, потому что он сам по своему... Ты знаком с ним лично? Вообще нет, не знаком. Вот, и люди, видя то, что он там покупает шампанское за триллионы рублей, думают, что все футболисты такие. Допустим, я когда знаю, что вот есть, на примере просто, опять же, гаишников, да, что есть один гаишник, который плохой, вот, это не значит, что другие тоже плохие. Нельзя людей обобщать и под одну... Или охранник один плохой, другой хороший, да. Вот. А через сколько после работы с психологом, начало работы, ты понял, что это начинает работать, что ты докапываешься до каких-то внутренних переживаний и справляешься с ними? У меня на несколько этапов эта работа делилась. Первая в ЦСКА, я стабильно проработал там 5-6 сеансов, мне этого было достаточно для того, чтобы наладить, вот, убрать вот этот внутренний шторм и приобрести вот этот стиль внутри себя, то есть не дергаться и как бы двигаться в своем направлении. Но потом случается, я закончил на этом работу, случается переход в локомотив, меня всего трясет, меня взяли за 5, я стоил по факту тогда... Полтора. Да, 3 баула там, не знаю, и картошку. Много шума из-за этого было, да. Очень много шума из-за этого было, и я не понимал, почему мне это предъявляют претензии. Даже люди, которые сидят там на Ютубе, они говорили, ну как его купили, я откуда знаю, как захотели, купили. И развивая, опять же, этот переход, я, может, немножко вперед забегаю, не знаю, был ли у вас вопрос на эту тему или нет. Многие почему-то считают, что я выбрал деньги, не футбол, и из ЦСКА ушел, погнавшись за какими-то финансами. Начнем с того, что зарплата, которая у меня была в ЦСКА и которую мне предложили в локомотиве, она была, ну, разница была несущественная. И самое основное, на что я обратил внимание, когда мне позвонил Рангник и сказал, что ты являешься частью нашего проекта, мы на тебя возлагаем большие надежды, ты молодой, перспективный, левоногий футболист, мы в тебе видим, грубо говоря, потенциал и будущее локомотива. Меня эти слова очень подкупили, хотя я первый раз отказался и согласился остаться в ЦСКА. Потом пришел Алексей Березуцкий, при всем моем уважении к нему как человеку, как спортсмену, ну, он на тот момент был тренером, он меня не видел в составе. Он ко мне на второй день в Австрии на сборах подходит и говорит, ну, какой ты левозащитник, ну, ты у меня играть не будешь, ты, ну, слабый. Ну, зато честно. Зато честно, я ему за это благодарен. Конечно, другой мог мариновать, просто вот шторку повесить и как бы даже, ну, не замечать моего присутствия. Тут человек подошел, честно, потому что ему вообще было все равно, что я подумаю или что он высказал свое мнение, я ему за это благодарен. Но тогда многие подумали, что я предатель такой, я отказался. Я сейчас могу уже, да, имея какой-то бэкграунд за спиной, имея какие-то достижения с локомотивом, достижения в плане, не в плане трофея, в плане вот того, что я себя зарекомендовал как футболист, который бьется до конца, не просто отбывает номер. Я сейчас могу, честно сказать, что я хотел остаться в ЦСКА, я об этом говорил. Роман Юрьевичу Бабаеву, вот, да, Роман Бабаеву об этом. И первый раз мы на этом-то сошлись, и тогда разговор шел о том, что останется Олеч в команде, и у нас условно 15 июня вылет в Австрию, 14 вечером выходит новость, что Олеча убирают. И для меня это стало шоком, потому что я знал, что Алексей Березуцкий, Алексей Владимирович, да, он не особо как-то ко мне ровно дышит в том плане, что, ну, возможно, где-то сомневается в моих футбольных навыках, и не будет на меня рассчитываться. Вы же еще тренировались вместе, подожди, он тогда уже, тебе было понятно, что... Нет, тогда как раз-таки больше Вася, Василий Березуцкий, да, на меня как-то воздействовал, а Алексей тогда восстанавливался. Вот, и поэтому я с ним особо не контактировал. Когда я понял, что... Нет, кого он видел на твоей позиции вместо тебя? Тогда был Жор Кощенников и Баха, Бахтиер, Зайнудинов. Вот, он тогда играл левого защитника, левого даже в латерале, по-моему, мы в три тогда играли в ЦСКА. И, знаешь, там даже так получалось, просто я удивлялся, когда люди писали, вот, ты ушел, ты предал. Мы были вот на этих сборах как раз в Австрии, и там взяли парнишку из молодежки, и он больше меня сыграл по игровым минутам на сборах в товарищеских матчах, чем я. А я тогда сидел в кабинете у Романа Юрьевича, и он мне говорил, что мы в тебя верим, ты наш воспитанник, мы очень хотим, мы очень желаем, чтобы ты, как бы, вот, начиная от Академии, заканчивая с новой командой, вырос и стал нашим бетонным, там, да, футболистом старта. А потом вот такая ситуация происходит, и слава богу, что локомотив второй раз активировался, активизировался, и этот трансфер состоялся. У меня к тебе многосоставной вопрос, касаемо твоего интервью про то, что ты хочешь остаться в ЦСКА, ты говорил, вот, тут у меня есть цитата твоя, переговоры были, но я понял, что хочу остаться в ЦСКА и добиваться хороших результатов с этим клубом. Счастлив, что принял такое решение, три года в команде, туда-сюда, для меня это уже второй дом. Новость через 40 дней, Наир Технезян перешел в локомотив. Класс, конечно. 5 августа 2021 года. Технезян, благодарен болельщикам Армении, но хочу конкурировать за место в сборной России. Спустя 200 дней. Аминский вариант делает, что не вариант, нормально делается. Спустя 200 дней Наир Технезян получил паспорт Армении, он сможет сыграть в отборе на евро. 8 декабря. А ты можешь про будущее рассказать, что будет дальше? Нет? Наир Технезян перешел в Спартак. Я никогда не беру Спартак и шар в Спартака. Никогда не говори никогда. 8 декабря. О выборе между Бундеслигой и серией А. Моей жене не нравится Германия. А в каком клубе немецком ты будешь играть в итоге? Смотри, я поэтапно на все отвечу, на самом деле. Не-не, эти два можно не отвечать, тут все, в принципе, плюс-минус понятно. Хорошо, давай, по поводу ЦСКА я уже ответил, что есть, к сожалению, в нашей жизни обстоятельства, на которые мы не можем как-то повлиять. Как Валерий Карпин, ты про это? Наверное, да, да. Вот, и так бывает. Да, было обидно тогда. Я, ну, сейчас честно говорю, что у меня, когда вот были переговоры с Локомотивом уже вторые, я это болезненно переживал, и, ну, дело даже доходило до слез. Понятно, это не где-то на всеобщее обозрение было. Это правда. Мне это не стыдно говорить, потому что я человек, который очень является преданным. И мне было немножко обидно, что со мной так поступает, что мне сначала сказали одно, потом, понятно, пришел другой тренер, у него свое видение, и сказали другое. Вот. Но слава богу, что все так получилось. Я думаю, от этого выиграл ЦСКА, выиграл я, выиграл Локомотив. Возможно, не знаю, что только выиграл, пока непонятно. Ну, это не то, чем стоит гордиться и постоянно об этом говорить. А что касается сборной, идентичная ситуация. Я ждал до последнего хотя бы попадания в расширенный список сборной России. Ну, когда ты не попадаешь раз, два, три, четыре, окей. Нет, тот момент, особенно, когда уже туда вызвали вообще всех. Вот. Даже охранника, который тебя не пустит, всех вызвали. И это уже как бы реально знак того, что типа... Конечно. Если честно, очень сильно похоже с Максом. Он кому-то вот один в один говорил. Но Макс только ждет еще. Да. Ну, он не спрашивал тебя про Армению? Макс сказал, что хочет сделать гражданство Армении. У него у бабушки кот какой-то из Армении. Там можно сделать... Так что, а с Карпиным ты когда-нибудь разговаривал вообще? Лично вы оказывались один на одежде? Я не разговаривал с Карпиным, но мой агент Саша Клюев. И по собительству мой хороший друг. У тебя Саша Клюев агент. Да. И у Макса не нахуй. Одобряешь? Да, конечно. Вот. И он при мне... Точнее, не при мне. Он разговаривал с Валерием Георгиевичем насчет меня. И тот отвечал ему, что пусть парень терпит, пока возраст позволяет, пусть себя проявляет. Если будет заслуживать, то я его вызову. И вот в тот момент, когда мне показалось, что я действительно заслужил, хотя попадание в расширенный список, меня не включили, и мы с Сашей договорились, что окей, давай мы до лета потерпим. Но я не смог терпеть, и я в январе этого года принял решение выступать за сборную Армении. Я опять же повторюсь, что я очень благодарен этой стране, федерации. Поговорили, услышали уже лично из моих уст, что я готов. И тогда как раз-таки спустя два месяца после моего решения выступать за Армению была игра с Турцией принципиально очень максимально. И я прям, когда уже сделали паспорт, я только и жил тем, чтобы вот эту игру сыграть очень достойно. И очень важно было как раз-таки первый матч против Турции показать себя с лучшей стороны, так как я очень много отказывал на протяжении там пяти лет, и было много ситуаций таких, не совсем приятных, наверное, для болельщиков Армении, для людей, живущих в Армении. Но я никогда не говорил ничего плохого, я просто говорил, что я жду от России, я жду от России. Кого ты это задевал? А в команде нормально к этому относились? Потому что ты ждешь все-таки России предложения сбора? Да слушай. Вообще абсолютно корректно, абсолютно уместно. Многие футболисты понимают, что вот эта возможность выступать за сборную Армении, она дает мне выход на международную арену. И вот сейчас все вот эти разговоры в СМИ по поводу клубов из Европы, они идут только исключительно из-за того, что я съездил в сборную. Но это напрямую связано еще с моим положением в клубе, с тем, что мне здесь дали возможность поверить себя, раскрыться, показать свои лучшие качества. И уже с этими качествами я поехал туда. Так что это все взаимосвязано, и тут нет панацеи в том плане, что я поехал в Армению, поэтому мы начали интересоваться. Это все очень рядом с друг другом стоит. Расскажи, пожалуйста, вот этот вечер, ну, несколько дней накануне матча с Турцией. Вот ты приезжаешь там в аэропорту, такой сабантую строили по этому поводу. Было порядка 50 человек, может, даже больше визуально, казалось, что там больше. Люди пели песни, встречали, зажгли фаеры, и я был приятно этому удивлен, они пожелали мне удачи. И я почувствовал в тот момент, что, ну, меня очень хорошо приняли, встретили. Собственно, я приехал, и как раз через 3-4 дня должна была быть игра с Турцией. Первая тренировка, просто, знаешь, я вот так смотрю, как мы тренируемся за процессом. У нас там мяч куда-то улетит, люди, ну, и я в том числе, что-то принимаем на 7 метров от себя. Я думаю, ну, все, сейчас 5 дадут, и можешь заканчивать свою карьеру вообще в сборной. Вот, но слава богу, мы собрались и показали очень достойную игру и вообще выступление на групповом этапе. Но я в ночь перед игрой с Турцией, я уснул где-то в 5. Игра была по московскому в 20.45, по-моему, вот, а я уснул в 5 утра. И у меня просто вот это крутилось, крутилось. Я в какой-то момент подумал, что я перегорел, и я сейчас выйду, и просто, ну, очень плохо. Ты в составе играл, да? Я вышел в старт. Ты уже знал, да, заранее? Да, мне, чтобы ты понимал, Димка Тарас, любимый, вот, мне сказали еще это за 2 месяца до игры. Главный тренер, вот, Александр Петраков, он сказал о том, что ты будешь у меня в старте. Я тогда вообще охерел, что человек на меня делает такую ставку, и мне вдвойне больше было на мне, так скажем, некого давления, ответственности, да. Да, вот, и, собственно, ну, слава богу, выглядел более чем достойно, как и вся команда. Вот. А ты когда приехал, не было какого-то, знаешь, чувства неловкости, что ли, потому что, во-первых, они говорят еще на другом языке, который ты не понимаешь, кстати, да? Ну, естественно, да. Не было ситуации, когда они между собой что-то говорят, это ты как бы не понимаешь. А там ребята, во-первых, все компанейские, во-вторых, помимо армянского знают практически все русские. Даже вот Ранос, который из Баруси, скажи правильно, Мюнхенбладбах. Мюнхенбладбах. Вот, я не выговорю просто. Скоро выговоришь. Может быть. Вот, даже он говорит на русском. Плохо, но все же он понимает очень хорошо. И у меня там языкового барьера не было. Тем более на том сборе был Хорик Байрамян, был Эдик Спиртян, и я себя очень хорошо чувствовал. То есть там, начиная уже со второго дня, все, я уже... Они тебя взяли под крыло, да? То есть или электрон? Я их взял под крыло, под свое крыло левое. Как Димку сейчас. Димка хоть сейчас, понимаешь, со мной пообщается, хоть что-то нового узнает, но можешь как-то... Новое про Армению узнает, 100%. Не, хоть задвигаешься как-то нормально. Это где я задвигаюсь? По жизни вообще. А, по жизни? Поеду кроссовки поклочусь. В Дубай. Понятно. Петрахов как? Расскажи про него что-нибудь. Понятно, да, мы будем тоже здесь честны. Мы человек из Украины, родившийся на Украине. Но у нас с ним никаких вообще не было ни конфликтов, ни каких-то плохих моментов. Мы сразу друг другу дали понять, что мы здесь ради футбола. Мы нашли общий язык, и мне с ним работать максимально комфортно. Поэтому я его очень уважаю и ему благодарен, как никому другому, за то, что он просто так взял меня и поставил стартовый состав. И все игры я отыграл по 90 минут, вот эти 8 матчей квалификации. Как провел ночь после Уэльса? Кстати, вот хороший вопрос. Спасибо большое моей жене. Она меня поддерживает не только, когда у меня что-то хорошо, но и когда плохо, собственно, как и я ее. Хотя, слава богу, у нее все хорошо складывается, потому что у нее есть я. Вот. Скромненько, скромненько. Заплакал. Ну, хорошая. Ирина, на тебе потом поговорим. Дерево замироточило. Так. Вот. Как провел ночь? Да, я... Ну, для меня это было шоком, что мяч отлетел в свои ворота еще и в 9. То есть я помню момент прыжка, я прыгаю, приземляюсь на две ноги, вот просто не понимаю, что произошло, поворачиваюсь, и мяч просто в воротах. И я в какой-то момент понимаю, что я забил. И я еще у Одика спрашиваю, я забил? Он говорит, да. Ты не побежал? Меня 20 минут ловили потом по стадиону, да. На коленках накатился. Жанна сказал, что ты трубки не взял, да? Когда она тебе звонила. Сейчас я расскажу, да, к этому дойдем. Вот. И последующие там 5-10 минут на поле я чисто боролся с собой, со своими переживаниями, и я думал, блин, что делать, что делать? Надо исправляться. Надо постараться забить, надо постараться сделать голевую передачу, надо постараться сохранить концентрацию и свое лицо. Вот. На второй тайм я уже вышел. Для меня второй тайм я провел получше, чем первый, потому что в первом меня практически не было видно, из-за того, что я очень мало атаковал, в основном только обронялся, и вот так обронялся, что свои забил. А второй тайм уже, особенно последние 20 минут, ну, какая-то острота исходила, но все равно я этой игрой максимально недоволен именно с собой. Вот. Но ночь была тяжелая, я очень болезненно это переживал, и да, Яна мне позвонила после игры, сразу я не взял, потом в автобусе я не взял, не потому что я там не хотел брать, а потому что переживал. Не готов был. Да, и я даже телефон не трогал, он у меня был на беззвучном режиме. Вот. А когда я уже вернулся на базу нашу, я позвонил, мы с ней порядка двух-трех часов разговаривали, и вообще, когда я где-то, допустим, на сборах или на каких-то выездных матчах, мы очень часто с Яной созваниваемся, и я вот, ну, благодарен просто Богу за то, что у меня такой человек, такая жена, мы можем разговаривать по три, по шесть часов. Например, когда у нас была товарищеская с Македонией, мы были в Македонии, вот это было в ноябре, или в октябре, это было в конце октября, мы с Яной созвонились и просто там шесть-пятьдесят разговаривали. А такое чувство, что там прошло, условно, двадцать минут. И я сейчас тема на тему перескакиваю, но все же понимаю, что очень важно в отношениях это разговаривать. И, ну, это, наверное, дорогого стоит, когда вы друг друга понимаете и все какие-то проблемы обговариваете. Понятно, что мы не идеальны, я не идеализирую наши отношения и не говорю, что у нас все вот так вот розово и прекрасно. У нас все, слава богу, хорошо, есть какие-то скандалы. Не то, что скандалы, какие-то есть моменты там недопонимания, но они и должны быть в отношениях. Она тоже импульсивная, как ты? Она еще в этом плане, думаю, даже похуже меня, похуже она взрывная. Как вы вообще договариваетесь? Ну, я... Не-не, вот вы, например, вот на пике какого-то там жесткого вопроса между собой не смогли договориться. Вам нужно время? Вы расходитесь такие, успокоились? Ну, это время, оно не больше часа. То есть часа это тоже редко. И знаешь, зачастую я являюсь инициатором каких-то, грубо говоря, ссор. Вот. И я человек, который особенно по отношению к своей жене будет всегда идти на компромиссы. Если надо, я буду прогибаться, потому что это мой человек любимый. И прогибаться не в плане, что я каблук. А то, что я и так знаю, что я от природы априори сильнее, потому что я мужчина. И для меня подойти первому к своей любимой женщине во время ссоры – это сила. Тебе это вообще понятие… Знакомо. Знакомо? Конечно, знакомо. Точно? Красавец. Красавец. И поэтому многие воспринимают это, что я буду к ней подходить, пусть она сама, я ее проучу, сейчас не буду ей писать, не звонить, заблокирую там. Я вообще-то таких понятий, мне они чужды, слава богу. Вот. Но ты же не сразу к этому пришел. У тебя же наверняка тоже, как и у многих, не было понимания, как выстраивать отношения с женщиной. Нет, даже интересно, как он к этому пришел? То есть это пример семьи, такие отношения, да? Я думаю, просто вот у меня, не у меня, не у моих знакомых. Это развод, скандалы и, к сожалению, да, не лучшие отношения, но мои родители сохраняют достаточно лояльные отношения, и слава богу, сейчас все хорошо. У меня совсем другой был пример перед глазами. Я сам даже не знаю, откуда у меня вот это вот понимание, на мой взгляд, очень близкое к идеалу отношений. Понятно, что много минусов во мне, но хотя бы базовые вещи какие-то я знаю, они помогают мне быть вместе с такой девушкой, с такой прекрасной девушкой, как Яна. Вот. Помимо Яны, у меня в этой жизни были еще отношения. Вот, как раз интересно, что-то случилось. Да, я знал, что вы до этой темы дойдете, я буду максимально открыт здесь. У меня всего в жизни вот двое отношений было. Вот первый и, собственно, с Яной. И я уверен и очень сильно надеюсь, что это будут мои последние отношения. И я просто не человек, который бегает, грубо говоря, за каждой юбкой. Мне это неинтересно. Я очень, опять же, повторюсь, преданный. Я семьянин. Вот. У меня были первые отношения, которые длились 4 года, в которых родился мой прекрасный, замечательный сын Эмиль. Они закончились. Они закончились не из-за каких-то там измен, не из-за подобных моментов. Они закончились из-за того, что мы не с тем человеком, да, мы не слышали друг друга. У нас уже вот этот, скажем так, клубок шерсти, он уже настолько стал большим, что его просто невозможно было развязать. Вот эти все узлы расплетать. Расплетать, правильное слово? Да, пускай будет так. Пускай будет. Ну, главное искренне мы просто... Мне скидку сделайте. Все-таки я гражданин Армении, да, помимо еще... Еще год назад он не мог так сказать. Когда он не мог так сказать. Да. Вот. И эта жизнь так бывает. Несмотря на это, несмотря на это, мой сын находится полностью, как это и подобает настоящему мужчине, под моим финансовым обеспечением. мать моего сына, она тоже, скажем, грубо говоря, не то, что ни в чем не нуждается, но, по крайней мере, у нее есть возможность реализовывать себя как девушку и, ну, концентрироваться и фокусироваться на своей жизни. Потому что я очень совестливый человек, и у меня никогда не было мысли, там, вот я ушел, допустим, да, от... Не то, что от семьи. Там мы не были женаты. Я не скажу, что это была полноценная семья, да, это были отношения, в которых был и есть, слава богу, замечательный ребенок. Вот. Я из них ушел, и у меня не было никогда мысли, там, бросить сына или как-то еще что-то. Я стараюсь принимать в его взрослении время, я стараюсь находить. Понятно, не всегда получается. Они в Москве? Да-да-да, они в Москве, на съемной квартире. Мой сын ходит в частный садик. Я как бы все, что необходимо, я стараюсь, не то, что стараюсь, я покрываю. И я говорю напрямую, если что-то надо, мне скажите, пожалуйста, прямо по финансовому вопросу. Ты общаешься напрямую, да? Ну, я... Знаешь, это сложно назвать общением. Это скорее... Есть просто вот сын, и только по сыну. То есть там нет какого-то общения, условно, привет, как дела. Тебе эта ситуация знакома, потому что ты в похожей ситуации. И, знаешь, я думаю, что это по-взрослому. Никаких... Я желаю только самого хорошего этому человеку. Никаких обид не осталось. Просто для меня и для этого человека это будет жизненным уроком. Вот. И благодаря этим отношениям, возможно, да, я спрогрессировал как личность, как человек, и я понял, как себя надо вести, как себя не нужно вести. Потому что... Да, ты правильно говоришь. Я же к этому все равно как-то пришел. Но пришел я к этому за счет своих ошибок, за счет того, что я прошел определенный путь. Вот. И уже, собственно... Скажи, вот, прости, прерыв, пожалуйста. Ничего страшного. Одно дело расставаться, когда вы просто молодые такие, что-то там покайфовали, и потом поняли, что типа, ну, что-то не получается. Другое дело, когда уже есть ребенок. Как вы пришли к той точке? Как выглядел момент, когда вы поняли, что надо разойтись? Ну, знаешь, если можно так сказать, эти отношения, они уже были обречены за где-то, наверное, за год, за полтора до того, как они закончились. И вы, грубо говоря, по инерции просто живете вместе. Самое ужасное. Да, да. Я понял для себя такую вещь, что никогда нельзя жить в семье, в которой вы не любите друг друга из-за ребенка. Потому что он же в первую очередь будет от этого страдать. Он это все чувствует. У меня доходило вплоть до того, что я повышал голос, да, и у меня мог ребенок в другой спальне проснуться. И когда это случилось раз-два, я понял, что все, это уже последняя точка. Мы просто не идем на компромиссы. У нас нет друг к другу какой-то любви, нет заботы, ничего. То есть это просто серость и пустота. И вот по инерции вы доезжаете куда-то в неизвестность. Вот. И поэтому мы к этому пришли обоюдно. И на этом вот все закончилось. А сейчас ты общаешься? Приезжаете домой? Какие договоренности у вас? Сейчас я на все отвечу. Надо отдать должное моей жене. Она очень доброжелательна в этом плане. Она сама привела инициативу для того, чтобы познакомиться с моим сыном. Она мне сама говорит, забирай его к нам домой. Забирай, поехали погуляем. Они уже знакомы? Да, они знакомы. Например, она мне говорит, давай вместе съездим в остров мечты. Знаете, есть такой большой аттракцион. Он точно знает. Да. Конечно. Или, допустим, сейчас просто зима. Допустим, там в авиапарке есть всякие центры развлечений. Она мне постоянно, она является человеком, который мне, допустим, не то что допустим, а который мне показывает всем видом, что она ни в коем случае не против, не препятствует. И я из этого еще больше начинаю этого человека уважать, любить. И мне это развязывает как мужчине руки. Потому что все равно было бы очень тяжело, если бы много же таких случаев, когда мужчина уходит из семьи, в которой есть ребенок, и его новая жена, его новая спутница начинает этому препятствовать. Я считаю, это максимально неправильно. Это портит и ваши отношения, и портит отношения мужчины с его ребенком от других отношений. Я не слишком убаюки, может, ты уже издеваешься. Не, не, нормально, ты что, просто у меня похожая ситуация. Вот, ну, ты меня понимаешь как никто другой. У нас каких-то конкретных договоренностей нет, с той стороны тоже никаких препятствий, ни к чему нет, когда просто мне удобно, я говорю, я приеду вот за сыном такого числа, востока-востока. Все, никаких проблем. Сыну сколько сейчас? Три года будет 20 января. Малыш. Слушай, то, что ты рассказываешь, это очень круто. На самом деле, очень много из того, ну, как ты к этому пришел, мне очень близко. У меня плюс-минус то же самое, только детей нет. Вопрос. Значит, смотри, ты достаточно верный, преданный человек, уважаешь женщину, она уважает тебя, у вас выстрелились доверители отношений, но очень много историй, даже я знаю, человек далекий от футболистов и от футбола, про этот, про этот, как называется еще? Это много всего. Да-да, много-много разных. Что заставляет... Как называется? Вот это спец, по-моему. Точно, пацаны. Не, я все знаю, но это не моя тема. Подожди, ты можешь понять, что заставляет людей, будучи женатыми, идти туда, и почему так происходит? И, скорее всего, такие твои знакомые, партнеры по команде постоянно позволяют себе. Как ты это объясняешь? Я сейчас... Да, в принципе, я всегда стараюсь быть откровенным. Я даже скажу так, что вот мои первые отношения, за время этих отношений я не изменял, я не смотрел в другую сторону, просто потому, что я по своей натуре такой человек. И когда эти отношения закончились, первые полтора, там, два месяца, ну, как, наверное, и многим мужчинам хотелось, знаешь... Все попробовать. Не то, что все попробовать, а где-то самоутвердиться, потому что ты выходишь из отношений, в которых тебя не любили, тебе не хватало там многих каких-то нюансов, факторов. Вот, ты себя чувствуешь опустошенным, и тебе надо заполнить вот эту шкалу уверенности. Я... Там было немного, но буквально две-три девушки, с которыми я просто пообщался, что-то походил. Это все было в лайтовом режиме, но я за счет этого самоутверждался, каким образом. Я чувствовал, что я там нравлюсь, что я интересен, что мне пишут, допустим. И помимо этого еще я два раза, два раза приезжал, вот вы сказали, вы сказали... Я не говорил. Робби. Нет, он ко мне... Вот, я просто вспоминал. Робби, да. И я... Что с тобой? Ты откуда знаешь? Ты не знаю, я не знаю. Нет, я знаю. У Деньки обонимят Тарасова. Все места, куда надо сходить, обязательно. У тебя нет обонимента туда? Нет, нет, ну скидки есть, обращаюсь. Все эти места. Ты красную кнопку ставишь? Я, вот, кстати, молодец, кстати. Я там был... А ему красный цвет нравится. Вот, видишь, красная карточка, красная кнопка. А тебе там красную давали? Честно, для публика хотели. Слава богу, мне ничего там не давали в этом месте, я туда приехал. Ну, фиг знает, ну. Ну, смотри, я как бы, я сижу, я не набиваю себе здесь сцену, я сижу, говорю, да нет, ты уже так набил, там сейчас все женщины посмотрят этот подкаст, скажут... Как я не повезло. Причем не ему будут писать, каея в лимфу, типа... Просто себя так подчас поднял. Нет, ну, если честно, то честно, как бы, я побывал в этом месте, мы назовем вещи своими именами, да, это... Как это правильно охарактеризовать? Место какого? Место? Место? Нет, не массажист. Стрепуха. Но стрепуха себя называют, нет? Досуг провел сегодня вечерний. Выбор места для досуга. Разнообразил досуг. Сходил в кино и пошел. Нет, место. Я знаю, место, где можно послушать громко музыку. Это место до определенного часа является... Рестораном? Армянским. А потом становится чайханой. Я боялся чайханой. Каляпу берем. Ну, наверное, да, грубо говоря, это можно, наверное, назвать, да, каким-то стрип-клубом. Вот. И я был там два раза. Ты правильно сказал, что там, допустим, есть... Мы рекламируем сейчас это? Не-не, просто интересно, я никогда не был, как устроили? Не-не, это за зрянка добавил. Подожди, Дим, подожди, ты ветеран этих заведений. Мне просто интересно, как устроили. Мы с вами амбассадорами будут. Понимаешь, я все иду, ты амбассадор Роксбори? Сними там по базам. Там полфутболиста в РФЛ, понимаешь? Ты надо взять кого-то из футбигов, покажи, что здесь у нас есть. Нет, тогда зайди, там будет любая команда. Там бабушка на вахте та же сидит. Да-да, Дзюба, молодец. Столовка та же. Да. Борь, барина в полотенце. Что, на мой взгляд, движет людьми, это не только спортсмены, там же не только футболисты или эхотикисты, или еще кто-то. Но мы про спортсменов интересны. Это место, наверное, да, его можно назвать стрип-клубом. Я был там два раза, и вот правильно сказала Ира, там есть столики. Кстати, откуда ты знаешь это удивительно? Там есть лампы, и то есть, если ты ставишь лампу, есть несколько цветов, и красный цвет обозначал то, что не надо трогать посетителя. Посетителя. Клиента. Ну вот игроки в Акмотиве часто ставят эту кнопку? Нет, это я был там последний раз год назад, как раз таки, когда закончились мои первые отношения, и вот этот был у меня момент, грубо говоря, холостяцкой жизни. Вот. И мне, как бы понятно, было любопытно, что там происходит, потому что так или иначе какие-то разговоры про это ходили. Вот. И я там был два раза, я не понял вообще от слова совсем, что здесь интересного. Во-первых, я ни разу в жизни не употреблял алкоголь, я ни разу не курил, и... Калям тоже не говоришь? Нет. За мной вообще никогда не было замечено и не будет замечено, чтобы Технезиан вышел там бухой в каком-то, из какого-то клуба. Потому что я всегда в випке закрываюсь, сижу, короче, и до последнего клея. Во-первых, а во-вторых, Технезиан может на болельщика и трезвый поорать, да, согласен. Нет, просто потому что я по таким местам не хожу, и мне это неинтересно. Опять же, повторюсь, я считаю себя преданным, семьянином, и мне, знаешь, лучше... Смотрите-то, что идут. Как возвращаться домой, когда у тебя жена? Ты такой, типа, сгонял. Вот, Дим, расскажи. Вот, наверное... На кого это возвращаться? Да. Давай сначала я скажу, потом... Давай, давай. Мне интересно, сойдутся наши мнения в этих вопросах. Знаешь, многие же, посещая подобные места, они не преследуют цели там изменить, да, или... Сто процентов. Могу продолжить его мыслить. Они просто приходят... Это антураж. Создаются девушки, брали, музыка, они там расслабляются. Как себя должна жена чувствовать, когда ты говоришь, что пошел за антуражем туда? Это ужасно, и я считаю, что любая уважающая себя девушка, жена, если узнает о том, что ее муж или парень побывал в подобном месте, надо заканчивать отношения... А с женой реально туда ходить? Ну, это тоже безобразно. То есть ходить со своей любимой девушкой и смотреть на других девушек, ну, что это? Это неадекватно, я считаю. У тебя была такая практика? Нет. Но у меня есть знакомые, которые... Опять же, да? Возможно, им это нормально, для них, для меня это табу. И я вот очень ревнивый человек, требовательный к своей второй половинке, то есть к Яне, и к себе. И поэтому для меня, допустим, может, вы подумаете, что я каких-то там старомодных взглядов, но для меня понятие... Я не точно не подумаю, брат. Да? Я такой же. Для меня понятие друг, когда девушка с тобой в отношениях, это чуждо. Нет, дружба между мужчиной и женщиной в самых редких случаях. Согласен? Сто процентов. Я тоже согласен. Ирма, мы больше не друзья с тобой. Я, честно, не знаю, как они познакомились. Ты узнаешь? Нет, пока. И я не знаю. Мы вот говорим так. Можешь рассказать, как познакомились? Это очень интересно. Кстати, вот на дерби, когда мы были в семейном, я там эту историю рассказал. Мы будем раньше, кстати. Я не очень долго монтировать. Рассказал уже все. Расскажи нам. Нет, кстати, мне очень нравится сегодня ваш подкаст тем, что мы обсуждаем такие неформальные темы. Ну да, не вот эти. Как ты провел... Как ты локомотив? Что же... В четвертом месте? В четвертом месте. Что скажете? Да, что скажете? Так, знакомство. Да, знакомство. Ты холостяк. Веселишься, ходишь. Красная лампа. Сидишь такой. Опа! Красная лампа не горит. И лампа не горит. Отключаю лампу. Привата что такое? Ну пойдем посмотрим. Привата звонят колокола. Начнем с того, что я Яну видел по телевизору периодически. Печет в 6 утра эфиры смотрел? Реально? Слушай, ну у нас тренировка на базе были сборы летом. Тренировка началась... Начиналась в 10. Ой, а ты слышал о других футболистах, что они такие типа «О, Яна Ромашкина! Вот она, я бы с ней замутил». Там не было такого, но просто в кругу своей команды я слышал, что «О, красивая ведущая». И я помню первый раз, когда увидел Яну по телевизору, я очень пристально задержал свой взгляд на ней. На сколько? Три секунды. Нормально. И в этот момент начал. Я на примере рада, что первый раз было три секунды? Я в этот момент стоял, наливал сок на базе апельсинового, я вот так досмотрелся, и он пролил. Прям как в кино. Чистый талиск. Сок потёртый. Романтик. Да. Потом сидел, круассан макал туда. Короче говоря, да, я её увидел тогда первый раз. Мне её внешность очень понравилась, потому что мне вообще редко, когда кто-то может понравиться. Это антиреклама сразу. То, о чём, а лысая шампунь. Скоро выпадут, не переживай. Вон уже пошли. Так там сзади уже нет. Я уксуцку воображусь. Так, ты на базе. Да, и то есть очень обратил сильно внимание на неё, но потом начался сезон, всё как бы, я увидел, да, красивое. После этого мы поехали зимой на сборы вот этого года, и я периодически натыкался на её инстаграм, смотрел инстаграм, какие-то даже в какие-то моменты я думал, чтобы ей написать, но я был такой умнее, ну, что вот, зачем это банально, что я напишу привет, как дела, или отвечу на историю каким-то огоньком, я вообще никогда так не делал. Интересно, и как же ты поступил небанально. Вот, да. Смотри. Да, это топ. Дальше. Я такой, как дела, привет. Не привет, как дела, а как дела. Как дела, привет. Конечно. Или подпишусь. Я сломал систему. Я подписался, потом подписался. Просто всё, что он рассказывает мне очень близко, я прям слушаю, такой, это моя история. И это тоже моя история. И это моя история. И, короче, короче, смотрите, я жил тогда на сборах с Костей, мы были сначала в Будабе, первый сбор, второй в Дубае. И я не знаю, к чему я это вообще сказал, и ещё у него были носки белые, у меня чёрные, вот, не суть, короче. Давай мы опустим детали и начнём уже ближе к делу. Да нет, уже два часа прошло, давай детали. Гранат поговорю. Я на завтоке, короче, вот. И я натыкался на Инстаграм, я показал Костю, говорю, Кость, мне эта девушка очень нравится, и вот, ну, Костя не даст соврать, Марадишвили. Как ты сказал за... Извиняюсь. Марадашвили. Просто уже надоели. Марадишвили, запомните. так нельзя. Да, так нельзя, Марадашвили. Вот. И я говорю Косте, что вот она мне очень нравится, и потом в какой-то момент я говорю, знаешь, вот если мы с ней где-то увидимся в каком-то, на каком-то мероприятии, или просто так вот получится, где-то пересечёмся. Или я на Мачтове вдруг позвоню. или я предупостанкину и буду стоять ждать её, пока она выйдет. Я так, о, привет. Да. То я ей обязательно понравлюсь. И, собственно, что происходит дальше? Костя на тот момент, он был знаком с подругой детства Яны, и через неё там заказывал какие-то вещи, там, неважно, она, как это, Байер, да, назовёмся? Да. Вот. И по счастливой случайности, Ливеркузин, так получилось, что они подруги детства. И когда мы вернулись со сборов, я не помню, как это всё точно зарождалось, но мы летели с командой в Оренбург, и Костя как раз-таки писал что-то этой девушке. И я говорю, Костя, а почему? Вот она подписана на Яну Ромашкину. Он говорит, ну, сейчас я узнаю. Он пишет, а почему ты на неё подписана? Вы знакомы? Она говорит, конечно, это моя подруга детства. И Костя такой, слушай, а вот у меня тут друг спрашивает, а ей кто-то нравится из локомотива? Ну, она говорит, сейчас я у неё спрошу. В итоге она сказала, что ей никто не нравится из локомотива. Это не банально. Нормально. Пока всё вообще. Она сказала, что ей никто не нравится из локомотива, и вообще, что у неё есть парень, написала эта подруга. Но у неё на самом деле не было парня на тот момент. Она тоже была не в отношениях, как и я. Дальше что происходит? Мы едем в Оренбург, я забиваю этот шедевральный гол, «Семь отскоков», и мяч взлетает. Ну, конечно, ты не помнишь, ты вообще не знаешь меня как футболиста. Факт? Факт, но я тебя тоже не знал как футболиста. И мы приезжаем с Оренбурга и с Костей, я тогда жил на базе вместе с Костей. Костя не то, что жил, мы там часто оставались, восстанавливались, зал просто. Играли сразу на базу, поспать тренировка. Классика. Помылись, погнали. Я продолжу, не переживай, конечно. В шесть пришел, поспал в один тренировка, постановился баня, поехал. Топ. И когда едешь, Ян, привет, хочу познакомиться. Классика. Мы сидим, после Оренбурга у нас восстановительный день, мы сидим на базе, время уже позднее, и мы такие, ну давай куда-то съездим, просто там в ресторан, не ресторан, что как-то время пререм, кино, не кино, домино. И Костя, ну слушай, я сейчас посмотрю, кто у меня есть из знакомых. И он натыкается вот на вот эту девочку, подругу Яны, и пишет, слушай, я сейчас с другом там, у тебя есть кто-то, чтобы просто время провести, посидеть где-то? Она такая, да, я как раз сейчас вот с той Яной Ромашкиной. И Костя говорит, поехали. Я говорю, нет, все, если она там, я не поеду, все, я не поеду. Меня реально затрясло, чтобы ты понимал, я так не волновался перед игрой с Турцией. Меня вот так мандраш, не, не, все, не поеду. Он говорит, да поехали. Он меня 30 минут уговорил, в итоге, что сделал я? Я причесался, я напарфюмился, и написал ей в директ. Я еду, скинул фотку ей. Как тебе это итальянский мужчина, а? Кто это заблокировал? Яна Галуна. Свайп лево. И Костя почему-то решил, что он должен был сказать это, и он говорит, я сейчас приеду как раз с тем другом, которому нравится очень сильно, которому нравится очень сильно Яна. По самим нормально. Я говорю, ты дурак, ты зачем это сказал? И ты понимаешь, какой ситуацией оказалась? То есть, подруга Яны ей об этом сказала, она уже сидела в каких-то ожиданиях, и я должен был приехать и, грубо говоря, оправдать эти ожидания. Я хотел встретиться в неформальной обстановке, когда она не подозревает даже о том, что я ей нравлюсь. В итоге мы приезжаем, как сейчас помню, в кофеманию на Кутузе, время 3 часа ночи. Классик. Там практически никого нет, вот только две девочки, одна из них Яна. Представляю, как ты зашел? Практически никого нет, это значит игра на следующий день у кого-то. Нет, нет, там не так было. Мы, короче, подходим к двери, я говорю, иди ты первый, иди ты первый. Он говорит, иди ты первый, зачем первому идти? Он мне открывает дверь, потому что меня вот так ногой туда пинает. Я захожу, и получается Яна вот так сидела с спиной к главному входу. Я иду, и начинаю как дебилу так улыбаться, знаешь, но это реально, это со стороны так неловко было. Привет, малыш. Я на Ир. Кофе будешь? Более известен, как на Яир. С двойным гражданством. Хочешь в Армению? Бесплатно. Я увезу тебя в Ереван. И я подхожу, сажусь, то есть Яна вот так оборачивается, смотрит, отворачивается, я думаю, ну что я поехал? Счет. Почитайте, их тоже почитайте. У меня кровь даже сейчас пойдет, я ударил свой микрофон. Серьезно. А на чем мы остановились? На чем ты интересен? Кофемания 3 часа ночи. Носом-носом? Это немножко, да, кровавый подкаст. У нас здесь было пиво, у нас здесь что-то такое не было, но крови еще не было. Медицинская бригада выезжала. Чайник свой подолью. Самоколка какая-то. Самовар можно в студии? Так, значит, ты кофемания, ты заходишь, улыбнулся, она отвернулась. Да, она отвернулась, и мне в тот момент показалось, что она не рада меня видеть. А ее как раз-таки, эта подруга, потом, как мне Яна рассказывала, она ее там подпитывала тем, что вот сейчас приедет там блондин, потому что я говорю, Костя, скажи, что блондин не брюнет. И вот Яна сидела там, ждала, грубо говоря, что какой-то блондин приедет. Ну и, собственно, мы заходим, получается, вот сижу я, напротив сидит Костя, слева от меня подруга Яна, и здесь Яна. И первый час, чтобы ты понимал, я вот так сидел. И она у меня какой-то... Она вот сидит вот так на меня, смотрит вот так, и говорит, а Яна же, если вот так ее ты не знаешь, то у нее всегда такой взгляд, ну, все думают, что она высокомерная, хотя она далеко не такая. Она вот так вот сидит, и мне такая, слушай, а ты на меня специально внимания не обращаешь? А я знаешь, что делаю? Ты вообще в сторону сидишь? Я вот так, я вот так. Нет, просто у меня шею заклинило в правую сторону, не могу поворачиваться. Вот так вот. Повернулся и говорю, блин, да что-то шея болит после тренировки, и там Костян как ха-ха ушел, я думаю, все нормально. Но первый час я сидел, первый даже полтора часа разгонял, какую-то вообще дичь. Ну, вы понимаете эту ситуацию неловкую, нравится очень девушка, ты ее видел по телевизору, ты, грубо говоря, там, когда я визуализировал, как ты с ней познакомишься, и все пошло не по сценарию. И все пошло не по сценарию. Понятное дело, что вы сталкивались с мужчиной, да, многие даже, кто вот с закатом с такой ситуацией, когда нравится очень девочка, ты хочешь на нее произвести наилучшее впечатление, но и производишь какую-то херню на нее. Я начинаю говорить вообще вещи там, знаешь, про психолога что-то. Про погоду говорил? Нет, слава богу. Если про погоду, это все, нахуй, уходи за кого-то. Не так все было плохо. И я знал приказ, что она работает вроде на медиа, что она в медиафутболе, и мой, знаешь, вопрос был абсолютно типичный, который ей задают все. А ты в медиафутболе работаешь? Я знаю уже заранее ответ. Я просто, я думаю, как найти с ней контакт. Она еще не особо разговорчивая была, потому что было позднее время, и я еще начал, три часа ночи в Германе, да, спит. Когда уже он уедет? Когда, блядь, посчитается. Ну, где там этот счет, да. Ну, собственно, дальше... Не, вот там вы посидели, ты ее довелся или... Нет, мы потом в этой же компании поехали в молоко круглосуточное тоже. Налейте в молоко еще. Вот, и уже там я стал более раскрепощенный за счет того, что Яна пошла на контакт, мы с ней... Ну, и все, и дальше я себя уже чувствовал максимально хорошо. Молоко это что? Ресторан. А, просто ресторан. Да, он круглосуточный, он там недалеко от центра находится. Вот, и, собственно, уже тогда все. Мы, чтобы вы понимали, мы встретились три, разъехались где-то в час, и там так получилось, что Косте надо было в 10 утра в военкомат, Марадишвили, я поехал с ним, и мы уехали, и все это время, что я Костю ждал из военкомата, я вот так ходил по улице, ждал, а это на меня не похоже. Если бы не Яна, с которой я тогда переписывался, я бы сказал, Костя, ты дебил что ли, почему так долго-то? Ну, не дебил, это грубо, я бы сказал, ты что вообще травишь, ты мне сказал, там час, условно, ты 4 часа там в этом военкомате. Вот, а я ходил, этот момент переписывался с Яной, и, ну, все, мы, то есть, за вот эти буквально там 7-8 часов настолько сблизились в плане общения, много общих тем, я ей нравлюсь, она мне нравится, я почувствовал уже под конец, особенно, нашего, вот этого совместного мероприятия, скажем так, что я симпатичен, и это придало мне уверенности, и все, и с тех пор, как бы мы, грубо говоря, были неразлучены. Дальше я действовал по тактике Димы Тарасова, не знаю, это какая, это тактика, завели ребенка? Нет, это ты чуть вперед, чуть вперед зашел, там получилось так, что мы разошлись, с Костей, с военкомата поехали на базу спать, а она поехала там на съемки, я лег спать, и проснулся только под вечер, у нас был выходной в тот день, и я думаю, я не буду ей писать специфики, официально, вот я не буду писать, чтобы не навязываться, я весь тот день не писал. А вот так сидел? Так было. Было-было-было, 100% так было, и было не то, что даже так было, в Инстаграм заходишь, в WhatsApp заходишь на фотографию, смотришь, и, собственно, я себя еле-еле как пересилил, чтобы написать. Сразу? Да, да. Я себя пересилил еле-еле как, вот, в итоге на следующий день я знал, что она идет на ЦСКА, она мне об этом сказала, когда мы первый раз встретились, я просто позвонил там знакомому с ЦСКА, попросил билет, и мы с ней там пересеклись, как раз вот эта ситуация, про которую рассказывала Ира. Ну, собственно, вот так вот мы, и вот с того дня, начиная с того дня, не было ни дня, чтобы мы не списывались, чтобы мы, грубо говоря, не виделись. Мы постепенно потом на протяжении там двух-трех недель вот так вот просто встречались, гуляли, ходили вместе, на квест мы сходили вместе один раз на страшное. Ну, и вот так это все поэтапно зарождалось. Блин, на самом деле, это прикольно, с точки зрения пацанов, пацаны всегда такие, типа, более волнуюсь, типа, что, как? Ира, расскажи, как это от лица девчонки видится? Да, кстати, мне всегда интересно. И что вы думаете, когда он начинает вот это вот свое, ну, типа, я там, типа, горилла напротив тебя сидит, и пытается... Я говорил много, но говорил хер много. Итальянская горилла. Если брать именно футболистов? Нет, просто людей, типа, которые тебя приглашают на свидание, ты сидишь такая напротив, понимаешь, что просто... Ну, иногда, если ты знаешь же человека, он тебе тоже симпатичен, ты как бы тоже волнуешься. Но, если ты не знаешь человека, он начинает себя так странно вести, но я бы такая, еще и футболиста такая, блин, походу реально тупый. И все вот это вот так складывалось. Подожди, а было, когда прямо вот невыносимое какое-то свидание, когда такая, типа, все, на связи, и уходим сразу? Да, у меня было свидание, когда меня причем долго уговаривали, и потом я сидела и час слушала, как он скучает по своей бывшей жене. И я просто такая, ты зачем ноешь мне здесь, и я уеду. Это кошмар. Ошибка новичка. Не-не-не-не-не. А кто кому сказал первый раз, я тебя люблю? Это, знаешь, это, наверное, было как-то пообоюдному, то есть... Это как такие, раз, два, три. Я тебя... Нет, там получилось так, что, естественно, я об этом сказал, но сразу после она то же самое сказала. И вот отвечаю на вопрос Иры, наверное, начиная со второго как раз-таки свидания, когда я приехал на стадион ЦСКА посмотреть игру. Я вообще приехал туда не для того, чтобы игру посмотреть, а для того, чтобы побыть с ней, и далее уже поехать куда-то вместе. Я тогда уже начал чувствовать некую такую теплоту. Знаешь, до этого, опять же, я вот с какими-то девушками виделся, также ходил на свидания, вот, но я сидел просто, и периодически все вопросы задавал, блин, мне это неинтересно, зачем я здесь, для чего я. А с ней, то есть у меня ни разу не было такого, чтобы я в чем-то сомневался и думал, блин, зачем я, зачем я с ней общаюсь или еще что-то. У меня как будто сразу был четкий, скажем так, план действий. Но любопытно, что когда я из первых отношений вышел, я себе дал четкую установку и команду, что все, там до 27, до 28 лет, я не захожу ни в какие отношения, я концентрируюсь только на футболе, и все, я устал. Правда, я очень много сил отдал, эмоции. Матч ТВ этот. Кто оставил включенным телевизор на базе? Зюба, сука, выключай за собой. Ну и слава богу, что все получилось так. И, кстати говоря, у Яны идентичная в этом была похожая ситуация в плане вот просто восприятия реальности на тот момент. А как ты относишься, что она постоянно на игры опаздывает к тебе? Вообще спокойно. Когда опаздывает, мы выигрываем. А, все. Ну, ей простите. А, то есть благодаря Яне в целом, спасибо. Пусть вообще во время никогда не приезжает. Можешь чемпионами станем. Давайте про футбол. Раз про Дзюбу вспомнили, очень интересно про раздевалку. У вас же весело. У нас очень весело, особенно с приходом Артема. Команда преобразилась в плане каких-то шуток и атмосферы вообще. Самый крутой прикол, который был за это время с Артемом связан, что кто... Вы же не просто травите друг друга, вы же еще какие-то там подстраиваете что-то. Нет, я уже далеко не знаю. Заходишь, там нет каких-то, знаешь, номерков из кривого зеркала, что там, не знаю, ты бутылку на дверь поставил, что так зашел, бутылка нагул упала. Это все происходит. Что, уже нет такого? Тебе ведь упало? У меня было. Воросло. Рассещение у него, знаешь, откуда? Слушай, я не удивлен, на самом деле. Да, непонятно. Спасибо. Какие топовые приколы сейчас? Там все происходит спонтанно. Тема, он такой, знаешь, у него... Он в моменте. Импровизатор. Да, он импровизатор. И я... У нас в этом с ним похож юмор, что у меня нет каких-то заготовок, и я просто вот что вижу, то и говорю, что попало. Я не задумываюсь о том, что мне сказать, допустим, в раздевалке, да, пацанам. И всегда это создает такой хороший антураж и атмосферу. То же самое и Артем. Например, я очень смеялся, когда он первый раз нас увидел с Костей. На сборах мы идем к автобусу. Он говорит, шашлычники, мангал, зай. Чудак, о, Тика, Мара, ну что там, мои шашлычники, шашлык взяли. Потом, когда я забил, например, Уэльсу, он в чат команды видео снял, как он меня поздравляет с выходом на евро. Потому что, когда я уезжал после последней игры с Урал, он мне говорит, да мы выйдем на евро, ты понял, давай мы с тобой поспорим. И он такой, Армения моя! Я просто даже не ответил. Приехал, потом сказал, ну, облысевший мой друг ты старый, ну, хватит уже. Не, на самом деле, самая ирония и у него, и у меня, и у нас в целом в команде все хорошо. И раздевалка, атмосфера прекрасная. Понятно, есть какие-то конфликтные ситуации. Я даже с Артемом конфликтовал, было пару раз. Но субординацию я соблюдал, так как это старший человек с большим багажом опыта. И это не доходило до каких-то скандалов масштабных. А конфликты из-за чего? Кстати, конфликты. Ну, с зуба ты говоришь, чтобы конфликтовал. На тренировке? Не, на тренировках вообще нет. Он, допустим, пихает в раздевалке, в перерыве. Мне за какой-то игровой момент. Я понимаю, что я там не прав, я сам это анализирую, но он начинает накидывать, я на эмоциях что-то ему отвечаю, и из-за этого могут какие-то быть недопонимания. Но мы всегда... У нас это было пару раз, может, даже один раз, и всегда это заканчивается тем, что мы пожали руки, все, обнялись, забили гол, допустим, отпраздвали вместе. Все. А по поводу драки... Да, да. Пока свое еще не придумано, пока пользуемся зубиным. Я тебе честно говорю, вот, допустим, забиваю, и последующие пять секунд я приходил... Тебе это незнакомо, да, чувствую? Не, я не забивал. Я только многие... Да, ты галек собирал в корзине. У меня там их много, блин. Ну и свои не терял по дороге, брат. Санитар лес такой собирает. Блин, галек... Колено мне нужно... Вот. А что я говорил? Меня чек этот уже достал перебивать. Понял. Молчу, да. Отпраздновали гол. И ты бежишь 15 секунд. 15 секунд? Было 3 секунд, сейчас 15, и думаешь, что делать. В последующие пять секунд я прихожу... Что-то в камеру последнее сказал я, кстати, да, я тоже хотел спросить. Можно я скажу? Можно я скажу? Я думаю, чего, блин? Короче, я скажу, если вы это выложите, ну, мне реально будет просто кошмар. Вспомните, что было тогда, дисклифицировали, короче, Баринова и Галактионова. Я тоже дурак, я говорю, вот я забил, у меня просто чувство эйфории, я не знаю, что я делаю. Я подбегаю к камере, стучу в нее. Когда ты только пришел в Локомотив, как тебя встретили парни? Был Мара, я понимаю, что попроще, но в целом, потому что я слышала, ну, такие... Ну, конечно, меня воспринимали, как что-то инородное, из-за моего характера, из-за моей придурковатости, в каком смысле... Из своих удалений потом... Да, потом накинуло это вот такой фон эмоционально не очень хороший в мою сторону из-за удалений. Что ты сказал, не услышал? ЦСКА, то, что не было, то, что ты из ЦСКА воспитанник... Это тоже, да, плюс вот эта стоимость трансфера, это тоже все влияло, и ребята первое время как-то меня не воспринимали, особенно когда у меня в футбольном плане пошло все на спад, я для них вообще стал дурачком, а я, ну, любитель посмеяться, что-то пошутить, потравить, поговорить. А тут не до шуток прям стало, да? Ну да, там уже до слез стало. И если вы вот так поговорите с моими партнерами по команде, они вам все скажут, Тики, рот не закрывается, вот есть Дюба и Тики, это два человека, которые постоянно что-то говорят, говорят, говорят. Вот, и первое время они это не воспринимали. И мне не нравилось то, что коллектив такой, грубо говоря, мертвый в плане эмоций. Есть какие-то ребята, которые общаются кучками, но нет вот этих вот... Сплоченности. Да, вот этой сплоченности, вот, какого-то такого азарта, что ли, в общении, до слез смеетесь. Расскажи, пожалуйста, про раздевалку ЦСКА. Ты же в ней тоже был, и там атмосфера, я так понимаю, совершенно другая. Кто там заправлял настроение? Там не было какого-то явного лидера. Естественно, был Игорь Акинфеев, он и до сих пор там есть. Но он вообще, противоположность Дюбе, он практически в редких случаях, практически всегда молчит, в редких случаях что-то либо горит, но он может потравить, но это... А за что он тебя уничтожал? Ну как уничтожал, это прямо громко сказано, но я знаю точно, что, допустим, я, вероятно, ему не нравился как футболист, он считал меня неподходящим футболистом уровня для ЦСКА, и, возможно, у него был повод так думать, так как я тоже в ЦСКА один раз работал пенальти, несколько раз после моей передачи, которую я обрезал, нам забили, и Игорь Акинфеев, он не любит вообще пропускать. Для него такой личности очень важно. Даже если 5-1 выиграли, ему не нравится. Для него, как для максималиста, человека, который привык к вкусу побед и трофеям, ему очень важно не пропускать. И это очень хорошо, когда ты себя спрашиваешь. Но когда из-за какого-то технезяна тебя забивают, какую-то херню просто вообще не вытекая ни с каких логических там последствий, то, конечно, он злился. Но он никогда мне вот так в открытую не говорил ничего плохого, он просто злился и мог как-то потравить немножко. А вот ты ему не забивал еще? Нет. Нет? А вот, например, пенальти 90, там какая-нибудь минута. Вы друг напротив друга. Ты ему что-нибудь скажешь? Нет, я не скажу. Мне кажется, на сегодняшний день я эту дуэль взглядов и психологии проиграю ему, так как нет лучшего ориторя, который стоит на пенальти, чем Игорь Акинфеев. Он очень читает. Иван Тратов такой... Нет. Гиля вообще уехал. Ну, чтобы вы понимали, Акинфеев не проиграл серию пенальти вот вплоть до суперкубка с «Зенитом». Вообще, по-моему, никогда он не проигрывал, поэтому говорю просто по фактам. А насчет раздевалки ЦСКА, там была больше такая, знаешь, больше ламповая атмосфера, нежели чем в «Локомотиве», так как тот костяк молодых ребят, мы все с молодежки шли. И мы друг за друга держались. У вас очень много было и практически никого не осталось. Там же был и Хасонов. Макаров, Гордюшенко. Гордюшенко, да. Федичалов, Кучаев, Обляк, Дивей, Я, Мара. То есть уже восемь человек насчитал. Там практически стенка на стенку. То есть с другой стороны. Березуцкий, Игнашевич, Акинфеев просто. С палочками идут. Такие, да, прям. Как вообще в таком коллективе? Кто вообще? Но мы держались молодыми, кучковались. Я первый раз приехал на сборы, когда там еще был Тошич, когда был Муса, когда был тот же Верблум. И понятно, они были в Верму. Не любил? Просто у нас такие пацаны с ним были. Мне кажется, даже внутри команды, наверное, у него были конфликты. Ну да, он очень эмоциональный футболист. Он прям жесткий, вот просто до мозга. На тренировках так же вел себя? Да, да, да. Вот как в играх, так он тренировал? Да, да, да. Ну он очень эмоциональный был. Он кричал, эмоционировал. И знаешь, ну мне кажется, для футболиста, для спортсмена, это, это, наверное, даже больше плюс, чем минус. А у тебя с ним как? Ну ты знаешь, что мне тебе рассказывать. Вообще прям... Грак не было, но он мне просто как-то сказал, что ты самый плохой молодой футболист, иди работай в Ашан. Ты этого не знал. Это я не прочитал. А, плохо подготовился. Ты послужил его? Да, я боялся в Ашан. Но попал в локомотив. Да. Там же... Ашан рядом как раз. Да. Про атмосферу в команде интересно узнать с точки зрения того, что почему у вас постоянно стычки с этим олененком бразильским. Лукасом? Да. Почему олененок? Ну, как олененок Бэмби, выглядит и постоянно с кем-то пытается закуситься. Что за делаем? Он на лицо милый, да, такой лицо ребенка. У тебя с ним с Лантратом последний матч. Ну, слушай, это все футбольные моменты, и это только говорит о том, что мы неравнодушны на поле, и нам важно добиваться нужного результата. Я в этом ничего плохого не вижу. Да, мы с ним тогда сцепились за игровой эпизод, но потом, спустя пять минут, пожали руки. Вот. И это, знаешь, придает вот этих эмоций нужных для того, чтобы быть сконцентрированным. То есть тебя это сразу как пощечина, она активизирует. Ну, то есть это никуда дальше не идет конфликтов, и в радиоалке распокойно. Все, что на поле, остается на поле. Ты же знаешь, наверное, много историй, когда друзья встречаются на футовом поле, гасятся просто. Вот, например, возвращаясь к Максу Нинахову, у него кум есть, в Ахмате играет, Харин. Харин. Я очень сильно смеялся, когда мы играли с Ахматом. Да, да, точно. Они бегают так друг к другу. Вот просто, слышишь, ты, мудак, не ты, мудак, да пошел ты нахер, игра заканчивается, кум, кум, вот это вот. Просто я думаю, вы что травите? А он, я сейчас в эпизоде с двух тебя прыгну, ты поешь отсюда на скорую. Он говорит, давай, давай. Нинах разбегается, что-то его в корпус Харинов улетает. Я думаю, что они там устраивают? Оказывается, это кума, который крестил его детей. И вот, собственно, это нормально. Нормальные отношения в семье. Да, конечно. Это спорт. Так, матч с крыльями. 1-3, 3-3. Что это было? Обидно, да? Ты была тогда на игре? Нет, это на ревизу. Я смотрела под телевизором. Короче, вот как все произошло с моих глазах. Расскажи, почему так произошло с твоей точки зрения и почему не виноват судья? Объясни некоторым игрокам и некоторым болельщикам. Смотри, во-первых, я когда сидел на базе, я приехал потренироваться, как я пропускал игру из-за красной каратки. Знакомая. Знакомая, да? Конечно. Вот. И я выхожу из комнаты, счет 3-1, спускаюсь в раздевалку, надеваю там экипировку, прохожу мимо, там был сотрудник клуба, и он говорит, иди сюда, говорит, 3-3 сейчас будет, пенальти бьют. Я говорю, да хорош травить меня какой-то, а там 4 минуты осталось, когда я выходил. Я вот так подхожу, стою, смотрю, и там ГР бьет пенальти. Он забивает, и просто 3-3. Я сначала в это не поверил. Но возвращаясь к твоему вопросу, да, почему не стоит винить судью? Потому что, когда остается 5 минут до конца матча, неважно какой там судья, неважно сколько он добавил времени, вы обязаны, мы обязаны эту игру доводить до победного. И, ну, это непостижимо вообще пропускать так за буквально 4 минуты. Но, то, что сказал главный дренер нашей команды, именно сама формулировка, 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 Форму, я тоже не знаю как. Формулировка сама по себе была не совсем корректной, но смысл, он был, я с ним солидарен в этом плане. Потому что так или иначе, несмотря на то, что судьи и люди, которые имеют право ошибаться, они ошибаются, но в последнее время слишком много стало каких-то косяков. И, мне непонятно, когда у вас есть вар, как вы можете ошибаться. Это не конкретно про матч с крыльями, это просто в целом, что накипело. А внутри команды как? Понятно, что он там вышел, дал это странное интервью, ну, по мне странное. Потом Баринов там подошел, сказал, что там позор футбола. Ну, Баринова как бы. Ты же понимаешь, это все эмоции по горячим следам. Мы восприняли все это абсолютно спокойно, адекватно. Мы понимаем, из чего это все исходит. Это от обиды на результат. Ну да, понятно. Ты в первую очередь себя винишь, но тебе надо этот негатив на кого-то выплеснуть. Естественно, ты будешь это выплескивать, к сожалению, для судьи на них или для каких-то журналистов. А во время игры есть иногда ощущение, что судья что-то прям передушивает? Как вы внутри команды на это реагируете? Я когда смотрел этот матч, мне показалось в целом, ну, плюс-минус все было справедливо, но вот этот пенальти, понимаешь, понимаете, они и трактуют по-разному эти руки всегда. В одной ситуации они ставят, в другой не ставят. Здесь рука 73 градуса, тут 95, и фиг поймешь просто. И ты из-за этого начинаешь жлиться, потому что разным командам разные требования. Ира, у тебя было, когда судьи душили прям во время игры, вы там, не знаю, с партнерами по команде между собой такие, что он делает? Да, мы понимали, потому что там как бы нас сажали сразу на карточки, мы такие, что, момент в начале игры? Первый фолл и... Да, да, особенно выключали тех игроков, которые знают, что будут эмоционировать и еще добьются удаления. Вот таких очень часто как раз. Кстати, может быть и мишенью для других команд, кстати, когда они на предматчу установки, они такие, эти князиан, нервничай, давай его победим. Сейчас было так с Зенитом, когда мы играли 3-1, победили, я прям чувствовал, что меня провоцирует специально, я велся на эти провокации, но надо отдать должное в той игре Сухов фамилию Судилика. Сухой? По-моему, с черными волосами короткостриженный. Он тогда нас судил, он ко мне подходит просто, когда мы выходим из 3-1 и говорит, слушай, ну перестань на эти провокации вести, если я тебе сейчас дам желтую, просто успокойся. И я успокоился, правда, и это во многом помогло мне даже забить гол. Вот видите, Судили не такие... Но желтую получил, нет, в той игре? Нет, я не получил. Я получил желтую, и вторую желтую потом удалился, это в Питере, а вот сейчас в Москве не было желтой. И знаешь, вот по поводу судей хотел рассказать такой еще момент, интересный. В начале года мы играем кубковую игру с Спартаком. Второй матч мы играли у них на Спартаке, и там момент, на мне фалят, но судья дает продолжить игру, Мини Игнатов у меня отбирает мяч, простреливает, Зобнин забивает. Иду смотреть ВАР, ему говорят с ВАРа, что это фол, он не ставит, был Иванов, по-моему, тогда судил. Я вот тогда, я понял, что это реально не то, что душат, это задушили конкретно. Я и так не в лучшем положении в плане репутации в своей локомотиве, и тут опять, хотя в той игре я дал голевую, но я опять, грубо говоря, привез, хотя по вине судьи. После игры его на два месяца дисквалифицируют. Мне-то что? Да, результат не изменить, и меня опять смешали со всем, чем только можно. А за красную в Питере тебе что-то потом было? Вообще ничего. Типа победа, все как бы, да, сгладили. Мне сказали так, если бы ты не забил, если бы мы не выиграли. До свидания. Пол зарплаты и все самые санкции, которые только можно. Но тебя это не останавливает в целом. То есть ты, если на эмоциях, понятно, что там вообще не думаешь о этом штрафе. Несмотря даже на то, что я на эмоции, мне тяжело ими управлять, контролировать. Все-таки я стараюсь вот эту грань не переходить. Бывает, иногда перехожу, но... А кто в игре может на тебя повлиять, когда он видит, что ты уже все просто... Пыхтишь там тренер или кто-то из игроков? Никто, никто. У меня даже настолько в этом плане... Зачем я взял сейчас булавку? Еще поцарапаться. Держи. Давай, подержи. Даже вот у меня характер такой придурковатый. На удачу. Все в дом. Придурковатый в том плане, что даже я могу... Скамейки... Мусор заебал, например. Если тебя... Если тебя не могут... Я даже могу скамейки что-то сказать, но как-то гаркнуть там руками, делать подобные жесты. Это вообще не красный никакого. Любимчик Павлович был стоп. Да, 100%. Павлович любит такое. Но Михаил Михайлович это не любит. Из-за этого мне очень сильно прилетает. То есть вообще с приходом штаба Михаила Михайловича я стал в целом как и личность, как и футболист гораздо лучше. Покажи, как ты ходишь на поле. Как я на поле? Давай. Как я здесь? Подожди. Представь, только что ты сделал подкат нахуй. Не-не-не, подожди. Там ситуация другая. Я сейчас... Давай. Я смоделирую ситуацию, а ты покажешь. смотри. Команда играет, идет 70-я минута, говорят, Тикнистян, переодевайся. И ты в этот момент. Да, я могу встать сейчас. и закатай штаны обязательно. Ну, допустим, да, окей, разминался, просто сделал выпады, допустим, сделал выпад, два, иди разминайся, и я вот так вот. Вот так. И пошел. Вот так? Похоже? Да, очень. На Конора. За это оштрафовали. На скамейке себя таки, вот что-то открыт на 100. Ну, знаешь, хоть деньги возьмем с него, говорит. Я даже не знаю объяснить, я просто кайфую в этот момент, что... С себя, да? Нет. А, да, да, видно, видно, да. Сколько раз в день, ну, в зеркало так, типа. Что за Анаконда? За Тигера? Яна, скажи мне, что это Тигер, да? Поехали в Останкино. Там такое покажу. Нет, я кайфую от атмосферы, что вот ты идешь после разминки вот этой на скамейку, тебе хлопают болельщики, ты сейчас выйдешь на поле. Я просто немножко пересмотрел свои взгляды на футбольную карьеру. Я прям реально, я благодарен Богу каждый раз, когда я выхожу на поле. Вот я еду на игру с Хорватией или на игру с Зенитом, да, и я знаю, что буду в старте. Я очень счастлив. Я смотрю на ребят, которые, допустим, не получают игровые минуты, да, время. Они вот такие вот все подавленные. Я просто не имею права выходить и быть недовольным. И поэтому тут в совокупности вот этих факторов, да, я вхожу немножко, знаешь, там самоуверенности. Вот честно, это оказалось очень часто со стороны. Что я самоуверенный? Ну да, что-то такое. На самом деле хорошо для спортсмена. Давайте так, это вызывает вот раздражение или мысль о том, что он что, охерел, зазнался, три гола забил. Нет, я болею за Локомотив, поэтому я смотрю такой, типа, ништяк. Хотя бы кто-то в команде появился, кто прям охуевший тип, который идет вот так вот. Мы можем взять много футболистов современных, вот допустим, даже не... Ты вчера видел Кирилла Малерова? Ну, парень, да. Вот этот человек, который идет такой, типа, вам кран починить, типа, такой, знаешь, типа, непонятный. Ты никогда не скажешь, что это футболист. Зачем ты? Кирилл без негодя. Разные бывают. Кирюха нормальные. Кирюха топовый чувак. Ну, типа, вот это его походство, типа, я в Балтике. Вы не против? От нас, как от спортсменов, должна исходить... Можно я в Балтике поиграю? Ну, пожалуйста. Ты зачем, вот ты зачем убедочный пример? Ну, зачем нам про Кирюху так? Ты, хорошо, ты знаешь, кто такой Кирилл Малеров? Ну, знаю. Я брат его знаю. А, все, окей, вопросов нет тогда. Просто, знаешь, от футболиста должна исходить уверенность от спортсмена. Да мне уже все неинтересно. Пять, он меня уебет сейчас. Я же сейчас начну... Давай, давай, я жду, я жду. Джокера достать уже? Давай, Джокера и башу. Можешь встать? Пожалуйста. Нет, реально, я попрошу кое-что сделать, ты поймешь. Вот, только сюда, серьезно, серьезно. Давай, давай. Наконец-то. Ты в детстве любил Майкл Джексон. Понимал мой пакет. Ты п***елся. Давай, ты. Смотри, смотри. Подойди, тогда ты вместе со мной. Я не смогу деревянный. Я смотрел туториал, но как бы у меня не получится. Где, смотри. А можно еще? Подождите. Подожди. Волосатые. Пожалуйста. У меня не получится, тут не тот паркет. Ну вот, смотри, смотри. Где ты это делал? В больнице. В больнице, когда биполярку лечился. На заметочку. Не п***. У меня еще есть. Все. Дружим? Давай, все. Давай, хорошо. Ладно, все. Блин, так просто, да? Что-то он меня задавил сейчас. Ну, было неплохо. Неплохо, кстати. Да. Ну, реально. Я, честно, не смогу. Кто тебе рассказал? Да не важно. Почему Баринов перестал с прессой общаться? Что он к нам не идет? Мы его полгода уговариваем уже. Ну, а как это? У него что-то изменилось? Что-то произошло? Что-то сказал не то. Да, просто я ему к нему боится прийти и здесь наговорить. Это понятно. Он может. Мы за этого и ждем его. Вернее, то, что ты думаешь. А ты понимаешь же, что все равно так иначе ты устаешь от общения с прессой, особенно когда все по... Несколько раз у тебя спрашивают. Ты, походу, нет. Я, ну, я сейчас просто, я не с прессой общаюсь, а общаюсь с хорошими людьми. За исключением вот этого чудака из Тануки, который бьет просто со... Ты директор Тануки. Слушай, второй козырь, Дим, вынимай. Тебе? Чуть позже, не верю сразу. Давай, давай, придерживай немного. Нам еще про Питер разговаривать. Так, давай. И Дима капитан команды. На него всегда большое давление, особенно со стороны СМИ. И это касается... Это даже касается зачастую каких-то плохих моментов, периодов. С него спрос он всегда двойной, тройной. Я думаю, что он просто подустал немножко от общения. И на примере того же Артема Дзюба видно, как некоторые журналисты очень некомпетентные, они позволяют себе много чего лишнего. Они пытаются просто вытащить, зная, что человек поведет. А знаешь, что я помню с тобой? Мы проиграли Акрону, и ты стоял у выхода с мячиком, и идет Костя Мардишвили. С диском Гориллос, который купил на рынке в Жигулевске. Да, и ты что-то такой сказал, подпиши этот диск, он такой же мрачный, как игра Локомотива, что-то такое-то сказал. Да-да-да, он начал подписывать сначала такой, типа, а почему диск? И я говорю, да, он реально прям, он уже только под кофе годится, чтобы подставку делать. И я говорю, да, он типа уставший, такой же, такой же грустный, печальный, типа, как игра Локомотива. И Константин, обладатель шикарных косичек, надо заметить, бросил диск просто и ушел. А Тики, кстати, подошел и сказал, такой, типа, кто-то подписывал Миранчук или кто-то подписывал. Тики подходит, такой, что мне тоже подписать? И такой, типа, я такой, да в целом было не надо, но окей. Он такой, может быть, танец? Я такой, иди уже. Иди, иди, иди спокойно. Душ сходи. Не надо душ сходить. Позже всех выходит, кстати. Конечно, там надо раз зайти, потом пока переедет, еще раз. Пока сможешь ходить. Все в это зеркало, да, кудряшечки х***я, да. Так, и что ты хочешь сказать про эту ситуацию? Что, я был неправ? Ну, ты просто должен, ты же человек, который чувствует себя на психологическом уровне человека, так как ты очень часто с ними общаешься, с разными людьми. Да, и я посчитал тогда, что это была провокация. Я потом увидел это в выпуске. Вы еще этот выпуск вставили. Да. И ты понимаешь, как работает наша комьюнити. Все такие, что он там за знатый, что он не расписал. А мы идем после поражения от Акрона в кубке. Акрон классная команда, мне очень нравится. Но так или иначе мы обязаны были их выигрывать. Мы идем, а у нас еще тогда вот эта проблема в Лос-Баре. В Лос-Баре на то, что его заявили. Да, и тут... Да, 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 да. Я думаю, что ты мне говоришь. Ну, у него было удаление, его заявили, хотя не должны были. Он был на поле в середине первого тайма, уже везде в телеграм-каналах писали, что Локомотив, даже если выиграет, не пройдет, потому что дисквалификация за незаявленного игрока. Ну, в смысле, который не должен играть. Датрининглс. А вам в раздевалке сказали, что типа что-то... Или просто, я не знаю... А чей косяк это? Ну, я, честно говоря, не помню. Там косяк системы. Дело в том, что когда ты заполняешь протокол на ЛПЛ, он автоматически подгружается. А когда на Кубок России, там вручную, и он не подгрузился, что что-то был красный. Нет, это не конкретно к человеку относилось, да, к системе. Система разная. Об этом никто не говорил. В перерыве до нашей раздевалки это дошло, хотя не должно было доходить. Но мы, несмотря на это, вышли в втором тайме, отыгрались и поиграли по пенальти, просто в лотерее. Но мы верили все до последнего, что если мы выиграем, этот вопрос смогут, да, уладить. Но его бы, наверное, не уладили. Это было бы несправедливо по отношению к Акрон. Да, там уже столько раздули, что... Да-да-да, уже поздно было, да. Но насчет того, как Костя выглядел, мне кажется, наоборот, он молодец, что, услышав это, такой, нет. Да я в целом как бы на самом деле... Я можно, извини, перебил тебя, можно честно скажу? Я когда тебя вот... Я видел тебя периодически после игры. Я думал, что ты провокатор. И когда ты ко мне один раз подошел на остановки тогда, как раз после конфликта с болельщиком, я сказал на остановке. А, на стадионе, где мы с тобой... Там еще с тобой был этот парень пугливый, который такой, типа, не говори, не говори. Да. И ты как-то дождался, когда он тебе разрешил говорить, и мы с тобой поболтали. Мне кажется, достаточно мило. Я тогда поменял к тебе отношения и вообще представление о тебе как о журналисте, человеке, который работает со СМИ. Не торопись с мнением, ну. Хорошо. Ну, первое, но обмачивалось. И расчет тебя тоже обмачивалось. Да, конечно, я уже понял. Мы уже братья все. Я тоже в тушку опять раз. Смотри, Николич, Гиздаль, там, Ласьков, Хапов, Цинбауэр, Федоров, Галактионов. Марвин. Хотя ты недолго в Локомотиве, но уже почти 10 тренеров сменилось. Ну, так или иначе, помощники, временно исполняющие. Какая самая большая дичь за это время происходила в Локомотиве, которую ты стал свидетелем? Не было дичи, но, наверное, самое большое недопонимание со стороны тренерского штаба было как раз-таки, когда пришел Гиздаль, и у нас начались сборы. Наверное, уже многие эту историю слышали, она уже всем надоела. Но я просто такое мнение, что мы, мы имею в виду относительно молодые футболисты, там, в диапазоне от 18 до 25-6 лет, мы обязаны закладывать необходимый фундамент в плане физической подготовки. Это не говорит о том, что надо как дураки бегать без мяча, но на сборах надо работать, надо чем-то жертвовать, жертвовать всем, что у тебя есть. Потому что когда ты находишься под нагрузками, и ты, уставший тебе на вторую тренировку, на первую с утра, ты себя начинаешь перебарывать, у тебя это получается, ты закаляешься характером, ты закладываешь в себя вот эту функциональную готовность, и она во многом потом влияет на тебя очень положительно. Помимо этого, конечно, мы не убираем вниз там тактические моменты какие-то, психологические и так далее. Но когда ты приезжаешь на сборы с немцами в Испанию, и у вас сборы идут 40 дней, из них 30 выходных, и после второй тренировки можно ехать в ресторан. Для меня, человека, который воспитан русским футбольным менталитетом, это было просто шок. Который воспитан Кампа Амором с Вернблумом ненавистным. И с Виктором Михайловичем Гончаренко, который гонял очень сильно. И мы тогда жаловались, подходили, говорили, что так не надо, так нельзя. Нам говорили, спокойно, все хорошо, все под контролем. В итоге первая игра после сбора с Енисеем на кубок 4-1 проиграли, пенальти свои ворота и красные. Все под контролем. У меня лично было все под контролем. Когда он сфалил на игроке Енисея. А там же этот Китчин еще забил через себя. Ой-ой, очень классный гол, да. Великий просто. Там все сошлось. И знаешь, я напрямую свои красные карточки связываю со своим не лучшим функциональным состоянием. Потому что зачастую эти все желтые и красные, они когда ты не успеваешь в игровом моменте. А из-за чего ты не успеваешь? Потеря концентрации. А концентрация чего теряется? От потери сил. Все под контролем? Да. Все под контролем, Лока. У фасона с этим проблемы, да? Фасон восстановился от тяжелой травмы. У него же были кресты. И я думаю, что тут нужно какое-то время, необходимо. Сейчас после сборов, я думаю, мы все сделаем скачок большой. Так как у Михаила Михайловича сборы. Вот прям то, что надо для российского чемпионата, прям топ. А когда только пришел фасон, ты видел его игру? Ну и как бы и болельщики? Он тогда был... Извини, пожалуйста, что я перебил. Не-не-не, давай. Он тогда был что? Он тогда был, на мой взгляд, более раскрепощенный, уверенный в себе и играл очень хорошо. Он сыграл несколько товарищеских игр. Игру с Ростовом. И до Ростова еще с кем-то он сыграл. И мы прямо от него кайфовали. То есть начало атаки, левая нога, ведение единоборств. Сейчас же это тоже напрямую зависит от уверенности. Где-то он сомневается, что надо идти в прием. Начинает пятиться, теряет зону. Ну, это редко происходит. Но просто я его понимаю как защитник. Я тоже часто могу потерять зону, не добежать назад. И где-то это тоже из-за уверенности зависит во многом. А тактика, что, можно сказать, центральные защитники, начиная через фланг, они вот эти как раз-таки опасные передачи через линию. Тебе она близка или... Мне иногда не слишком это удобно, потому что так или иначе выходить из-под прессинга на своей половине поля, особенно когда тебе, грубо говоря, дают пас в больницу. Вот тебе дают, я как ранний защитник левый, это Димка любил такие в больничку дать и прыгнуть. Или он, знаешь, еще как любил... Я, наоборот, ждал такие передачи. Да, ты ждал, чтобы тебя дали, ты на 7 метров принял. Чудак из другой команды обработал мяч, и ты с двух него прыгнул. Вот это твой конек. Вам вот с Максимом в одной команде надо играть. Кто кого перепрыгает в подкатах. У кого галиков больше после игры. Я свои не забивал. Ладно. Вот. И мне иногда удобно, иногда нет, зависит от соперника. Но у нашего главного тренера в локомотиве такое требование, чтобы мы старались выходить низом из-под прессинга. Вот. Когда ты это отрабатываешь каждый день, а потом со временем становится легче. Сейчас на сборы поедете. Какие планы? Вот опять 40 дней где-то там в Дубаях. Опять тренировки каждодневные. Дубай? Туда же. Абудаби, Дубай. А турнир будет там? Вы там участвуете? В турнире, по-моему, нет. Я в турнире не участвую, да. Но как вообще выстроить свою жизнь таким образом, чтобы не охренеть за это время? Я просто у футболистов часто спрашиваю, они, как правило, отвечают. Ну, просто работаешь, просто идешь, тренируешься. Ну, это банально слишком. Ну, это, мне кажется, не так работает. По поводу сборов. Я надеюсь, что, маловероятно, но, возможно, Михаил Михайлович хотя бы на какую-то часть сборов разрешит взять с собой жен. Жен, девушек. Для меня просто явно это поддержка, опора и все к этому прилагающееся. И это мне во многом поможет отличиться от этих сборов, потому что, когда ты находишься в одном месте с одними людьми, делаешь одно и то же каждый день, ты сходишь постепенно с ума. Через неделю. Да. Ну, Дима, через неделю, я уже на следующий день. В целом? Не, ну, неделю... Крепким уже просто... Ты потом уже... Тебя начинают раздражать твои партнеры, тебя начинают раздражать вот эти условия. Да, и доходит иногда даже где-то до каких-то конфликтов без драк, но все же... Ну, просто на пустом месте, просто за то, что все надоели уже. Да, поэтому... Как конфликты, это мы всегда говорим, все, пора... Да, да, закрываться, да. Или куда-то командой сходить, типа, чтобы это... Поэтому первое, что здесь поможет, это присутствие девушек, жен. Второе, это на время паузы между сборами обязательно надо сменить обстановку, вернуться там в Москву, да, или уехать куда-то в другую страну, город, отдохнуть, просто, чтобы сменить фон вот этот. И это очень сильно помогает. Ну, а когда идут сборы, у тебя нет никакого варианта. Надо терпеть, работать и отрабатывать то, что ты должен отрабатывать. А в прошлом году, когда были на сборах, какой-то шоппинг устроил себе? Нет, нет, нет. Не было? Мы с Костей между сборами. Как раз-таки у меня тогда началась холостяцкая жизнь. Мы с Костей между сборами просто сняли отель в Дубае, сняли в аренду машину, катались, ходили в рестораны, купались. Да, и тогда вообще было хорошо, потому что вот этих трех дней и выходных хватило для того, чтобы перегрузиться, перезагрузиться. Еще, кстати, важная тема. Я думаю, ну, я бы очень хотел ее обсудить, потому что это важно. Мы с тобой говорили про психологию, про психолога, про какую-то работу над собой. В вашей команде был человек, который был на краю от того, чтобы покинуть этот мир. Бека-бека. Знаешь... Во-первых, где тебя застала эта новость? В интернете нам скинули, в чат беседы скинули, я не помню кто, нам скинули эту новость. Фотографию, он стоит на мосту. Вот. Я вообще этого не ожидал увидеть, потому что он очень позитивный парень, очень харизматичный, и от него такого точно я не ожидал. Но это говорит только о том, что жизнь, она полна неожиданностей и непредсказуема. То, что у него происходит, как я слышал от Изидора, это связано с тем, что у него мало игрового времени, неудачи в личной жизни, неразделенная любовь, скорее всего. Вот. Говорить, что он слабый человек, и с этим не справился, я ни в коем случае не могу. Мы все люди разные, по-разному на все реагируем. Я просто надеюсь, что ему смогут помочь, и он придет вот в нормальное состояние свое психологическое. Ты был когда-нибудь близок к тому, что... Никогда. Я человек... Вот я верующий человек, я не хожу каждое воскресенье в церковь или каждый день. Я просто считаю, что Бог живет в каждом из нас. И... Ну, это большой грех. Во-первых, суеверие – это большой грех. А во-вторых, мысли о суициде. Потому что если ты об этом будешь думать, у тебя просто это отнимут. Жизнь – это самое, наверное, лучшее и прекрасное, что имеет человек. Поэтому надо благодарить за это всегда и стараться получать удовольствие от жизни. Угу. А суеверие – грех? Да. У тебя в футболе разве нет суеверий? Я от этого отошел тоже со временем. Если раньше, допустим, может, у тебя такое было. Я тоже отошел. Ты провел хорошую игру, и ты на следующую, когда едешь, ты вспоминаешь, что ты делал. С какой ноги ты встал, какой носок ты надел, что ты поел, какую... Ты пиво пил, по-моему. Какие ты гетры надел, да? Какую песню послушал. Да. Какой танец танцевал. Маккл Джексон нахернул. Ты в душ сходил перебирал. Сколько я в душ сходил перебирал? С хлеба. Два или три раза. С корочкой. Пошел играть. А потом я понял, что, ну, это ни к чему. Во-первых, это тебя делает зависимым от этих обстоятельств. А во-вторых, ты просто становишься немножко, ну, в таком состоянии непонятным из-за вот этих каких-то примет и суеверия. Поэтому я отошел. Будет как будет, и все делать, что должен. А еще один твой партнер по команде, ты вчера про него очень ярко высказывался, что он тебе задолбал. Серега. Сережка. Сережка. В штанах. Мальчишка наш, школьник. Что не так? Почему у него не получается? Вот смотри, вчера у него получилось достаточно неплохо. Четыре голова, пять ассистов. Это не пошло в зачет Григория Федотова, но все же. Ну, я не могу сказать, что, вот смотри, что у него не получается. Как этот вопрос мне понимать? Не получается что, забить 15 за первый круг? Смотри. Ну, типа его привыкли видеть. В Манчестере на этот. Нет, просто дело в том, что очень сильно его раскрутили. И такие, типа, вот Серега, сейчас он нам всем покажет. Вот ты ответил на свой вопрос. Его раскрутили, не он себя раскрутил. Он очень талантливый, перспективный парень. Молодой. Молодым что свойственно? Нестабильность. И когда ты находишься в такой ситуации, я его понимаю. Когда тебе пишут СМИ, говорят, что ты преемник Аршавина, что ты чуть ли не лучший молодой футболист в мире. На нем давление сказывается? Ты это видишь? На нем оно не то, что сказывается, просто его это расстраивает. И когда он выходит на игру, у него что-то не получается. Он хочет, не получается. Так бывает у футболистов. Вот у Димки так всю карьеру было. Он хотел, не получалось. Но не суть. Не столь важно. И я молчу сегодня вообще. Я тоже. Я вижу, я хаваю. Я хаваю сегодня. Красава. Терпила получается. Ничего страшного. Ты там что-то готовишь? Я там уже готов. Ты расскажи. Сейчас на стою и перебиваю. Вставай опять сюда. Все равно это оказывает какое-то на него влияние. Он начинает расстраиваться. У него что-то не получается. Но последние его игры, последние его месяцы, я считаю, он выглядит достаточно хорошо. Он прекрасный матч провел с «Зенитом». Когда мы 3-1 выиграли, он забил, не отдал. Но сколько он черновой работы сделал. Как он отработал в обороне. Что он вообще продемонстрировал в атаке. Он большой молодец. И с «Уралом». Что тут говорить? Он мне на пустые дал. Просто мне оставалось ногу подставить. И все. Так что, понимаешь, у молодых футболистов, особенно карьера и жизнь, она вот как американские горки. Поэтому это нормально абсолютно. Я не знаю, почему на него такое клеймо. На нем такое клеймо оставили. Вот супер-мега талантливый, который должен всегда стабильно хорошо играть. Нет, он человек, он не робот. А вот как раз-таки недавно обсуждали, скажем, открытие года. И очень многие говорили про тебя, что ты прям здорово проводишь часть сезона. Это Яна говорил на мою штуку. Нет, нет, нет. Вообще люди, которые за другие команды болеют. Вот как ты к этому относишься сейчас, после твоих красных карточек? И, как сказать, давит ли это на тебя, что тебе дальше надо держать эту планку? Меня это не давит, скажу даже больше. Меня, наверное, это немножко раздражает. Потому что те люди, которые меня смешивали с самым плохим, с грязью. Мы примерно понимаем, что про кого-то говоришь. Ну, это нет, не только. Это в целом вообще касается мнения общественности. Люди, которые мне кричали, что я просто не футболист, а подобие, сейчас они вот сидят. А у тебя внутри нет такого, что ты такой, я вам как бы доказал? На поле доказал? У меня, когда все складывалось неудачно, у меня была большая жажда доказать Смородской, которая меня гасила людям каким-то другим. Смородская урлирует? Это твоя подруга близкая. Олечка Смородская, знаешь? Ольга Смородская после моего перехода дала 8 интервью, 7 из которых упомянула меня, назвав самым провальным трансфером, самым плохим футболистом. Ты знаешь, что она верит тебе? Да, это она так просто меня мотивировала. Она разбирается в футболистах, кстати. Как его плеймейкер забыл фамилию, которую она сама потом не помнит? Мы видеокассеты посмотрели с мужем, нам принесли, мы его выбрали. Вот он у нас будет играть. Забыл, как его зовут, кто помнит. Напомните, скажите, пожалуйста, как его зовут, который футболист. Это меня очень злило, потому что это все выливалось в СМИ, в общественность. Люди это подхватывали. Ты реально так реагируешь на все вот эти высказывания? Ну, я сейчас стал уже менее мнительным человеком. Ты должен вообще посрать, что говорят про тебя. Да нет, каждый человек разный. Нет, каждый разный, но просто он, видишь, как он ко всему очень близко к сердцу все воспринимает. Ну, а потому что я очень в этом плане душевный человек. Ты же знаешь, что такой футбол болеешь, что я был, но ты играешь две игры топ, типа, все, выиграют, и вы все красоты. Только проиграл, к тебе на базу уже едут фанаты. Да, да, да. И сюда, ты что, мы тебя сейчас найдем. Ну, это наш менталитет, наверное. Я не знаю, как это назвать. Мне, к сожалению, к этому трудно до сих пор привыкнуть. Просто одно дело, когда ты не стараешься и выходишь, шапка закидательским настроением. А другое дело, когда ты стараешься, ты работаешь, ты весь отпуск проводишь в зале, у тебя не получается, и тебя с говном смешивают. Но это уже другая немножко ситуация. А вот на тебя, видишь, на тебя это позитивно влияет в плане игры. Ты заводишься от этого и доказываешь. А вот если тебя будут всех хвалить, как ты думаешь, ты будешь так же играть? Или наоборот, ты такой, ну что, я... Вот тебя это мотивирует, это же видно. Да, это мотивирует. Ты как это говоришь и вижу, вот я, я... Вот они мне говорили с головой, где они сейчас хлопают? Нет, ты кайфуешь от этого. Конечно, любой человек от этого кайфует, и для любого спортсмена, наверное, это будет являться мотивацией, если он правильно эти мысли направит в нужное русло. Но по поводу хвальбы, да? Смотри, меня хвалят уже где-то с лета, и, в принципе, моя игра, она не особо поменялась. Я продолжаю, грубо говоря, держать вот эту планку, но также я даю себе отчет, что в любой момент может произойти спад по личным... Ой, по личным говорю, по любым... По личным не надо, я не... Вырежем. По любым обстоятельствам абсолютно все может в жизни произойти. И я готов к тому, что, к примеру, что-то пойдет не так, и опять я столкнусь с этой критикой. Я просто знаю уже, как в этой ситуации действовать. И рецепт успеха, как я всегда говорю, он один, это работа. Риэлторов в Дубае. Да. А можешь, ну, в следующий раз, когда забежит гол, там, типа, Ловчев, как дела? Нет, это неуважительно, некрасиво будет по отношению к этому человеку. Все-таки он старше гораздо меня. И пусть каждый говорит, что хочет, что думает, я не хочу так говорить. Согласен. Олечка Смородская... Привет. Это проявление уважения, да. Да. Знаешь, история забавная была. Мы с Яной встретились, когда я уже узнал, что они встречаются. И мы сейчас встретились, по работе разговаривали. А я такой, я говорю в конце уже, я говорю, он, ну, деньги дает тебе хотя бы? Она такая, ну, конечно, у меня карточка есть, говорит. Я говорю, ладно, счет, если его карточка, счет ты закрываешь. Говорю, сказала, прикольно. Она в этом плане очень... Экономная? Да, да. И я устал уже, говорит, повезло. То есть ей не нужны ни украшения, ей ничего не надо. Она сама хорошо зарабатывает. Но я постоянно ей иду карту... Но ты не знаешь, она и работать не хочет просто. Она ждет, когда ты уже уедешь. Она говорит, пи***ь, овощи, 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 овощи. Нет, как раз-таки для нее очень важно самореализовываться, потому что, ну, она такой человек, она привыкла все добиваться сама. Эту карточку банковскую, я тебе говорю, что... Алло. Извини, жена, жена важна. Понял, окей. Эту банковскую карточку я постоянно ей сам сую, говорю, забери, пожалуйста. Она, наверное, забывает. У нее есть свои средства. Я говорю, мои деньги, это наши, твои, это твои. Красиво. Вот сейчас просто все девчонки такие... А у тебя как? А у меня мои... А то, что Димка у жены в долг берет, это правда? Что беру? А то, что борщ заставляли готовить? А то, что по 2 миллиона хотел, у меня кто-то забрать, помнишь? Кто? Ну, дай мне хотя бы миллион, но я ему говорю, дай мне миллион 2, 3, 4. Ты что, не помнишь? Я не полностью смотрел. Я выключил какой-то момент, я про борщу слышал, думаю, не дальше. А это у Темы, что ли, Дюбр была? Нет, нет, это Оля кому-то интервью дала. И она говорит, типа, я ему объясняю, Дима, дай мне хотя бы миллион, ну, два, ну, три. Я человек простой. Я читал про Фернандеса. Фернандес, да? Марио Фернандес. Да, и цитата там, что он тебе... Тебе нравилось, что он приходил рано на тренировки, ты тебя помещал, да? И он тебе что-то ответил. Был такое? Ответил в плане негатива? Нет, наоборот, он тебе сказал. Мне интересно тут вот что. Он, вот сколько я узнаю, в сборной были, он вообще это не разговаривает. Как он тебе ответил? Он по-русски вообще не разговаривает. Он вот так все время делает. Вот так, он так. Во! Да, да, но он на самом деле какие-то там минимальные, да, для общения слова русского языка знает. Привет. И я ему говорю, Марио, как ты вот не устаешь постоянно приходить в зал первый, тренироваться индивидуально. Он вот так говорит. А он говорит, клубника на молоке. Он вот так улыбается, вот так улыбается, берет меня, вот так приобнимает, говорит, работа, работа, надо только работа. Ты очень молодой, и тебе важно много работать. Ты в будущем будешь играть в сборной. Нет ощущения, что Гилья так же разговаривает. Только чуть-чуть получше. Нет, Гилья гораздо лучше разговаривает, чем Марио. Просто акцент такой же. Вот, и как бы, блин, Марио золотой человек. Но он же итальянец, бразильец, испаинец. Да, ну у них там, да. Он все подстраивается. Пожалуйста, пожалуйста. Армян, армянин там, как, что хочешь. Мы в конце обычно гостей просим, чтобы они сказали, кого нам еще стоит точно позвать, из тех, кто нам что-то может интересно рассказать. Не из локомотива. Не из локомотива, пожалуйста. Могу подумать. Давай. Это обязательно человек из мира футбола? Ну, желательно, чтобы он был футболистом и желательно плохим. Позовите Эдгара Севикяна или Эдика Спиртяна. Началось. Нет, Эдик не интерес. Своих тащит. С Эдиком мы уже сняли все, что можно. Мы уже про него, мне кажется, знаем больше, чем нужно. Вот мне кажется, интересно будет послушать людям. Не потому, что он армянин, да, и соотечественника, а потому, что он интересная личность. Это Эдгар Севикян. У него, мы с ним в сборной очень сблизились. Стали такими хорошими знакомствами. И у него много очень таких моментов психологических, вообще жизненных. И ему было что рассказать про время, проведенное в Испании, про то, как там устроен футбол. Я думаю, это было бы интересно. Вполне. Тебе у нас как? Мне супер. Я так давно не смеялся. И когда я был у Яны на передаче, вот это футбол, брат, она мне сказала, что ты такой грустный был. Вот сейчас пойдешь на подкаст к Тарасову с Ирой и будешь там смеяться. Я говорю, нет, не буду там смеяться. В итоге я не знаю, как этот выпуск. Смонтируйте отдельно для нее, где я просто вот так сижу. Вот давайте вот так вот. И вы на час это сделаете. Версия для Яны Ярмашкиной отдельно на YouTube-канале. Ищите ее. Тебе пора побыться, реально. Давай заканчивайте. Спасибо всем, что досмотрели до конца этого безумия. Мы вас любим. Я пойду выливать чай свой. В следующем году. Дима, ты сегодня. Дим, ты лучший. Спасибо. Как всегда. А, ну подожди, Леша. Он раскрылся. Вот до этого он сидел вообще ни Бен, ни Мэ. Да, сегодня он прям вот Дарья. И шуточки были. Он сначала еще не проснулся. Спасибо. Спасибо. Я сейчас басну. А мы еще... О-о-о-о. Торож, Дим. Хорош, Димка. Торож, хорош. Почему моя жена тебе пишет, мне нет? Аккуратнее. Можно вопрос, что вот это здесь было? С обрезанной моей головой. Кто это клеил? Та-ра-та-та-та-там. ФРА-Риэр. ФРА-Риэр.